У нас, в общем, тоже такая достаточно насыщенная программа, мы будем работать и очень надеемся на ваше участие, на ваши вопросы, пожалуйста, задавайте, присылайте нам их, мы будем отвечать. Да, пожалуйста, конечно. Первый доклад у нас, уважаемый профессор Нинашева, ступенчатая терапия бронхиальной астмы, персонализированный подход с учетом фенотипов. Уважаемые коллеги, итак, действительно, так сказать, вот от ринита мы переходим к вам, я уже говорила, собственно говоря, насколько значимо эта связь аллергический ринит и бронхиальная астма, и вот мой доклад этот посвящен ступенчатой терапии бронхиальной астмы. Надо сказать, что вот этот ступенчатый подход к терапии астмы, это опять же то, что объединяет вас и нас, то есть педиатров и взрослых врачей, потому что он един абсолютно, то есть подход к терапии астмы, фармакологической терапии бронхиальной астмы действительно заключается в ступенчатой терапии. Ну, вот это, так сказать, мои возможные конфликты интересов, информация. Итак, я говорила уже в предыдущем докладе. Мы, к сожалению, на сегодняшний день не можем с вами излечить полностью больного от бронхиальной астмы, и поэтому, собственно, суть, цель нашей терапии – достичь контроля. И, конечно, мы с вами очень хорошо знаем критерии контролируемой астмы. Вы знаете, на самом деле, изначально, когда, так сказать, в 2006 году было предложено вообще пересмотреть классификацию астмы с точки зрения контроля, то эксперты джина, глобальной инициативы по астме, вначале очень много было дискуссий, что может быть вообще, так сказать, предложить полный контроль, так называемый тотал контроль. То есть вообще, чтобы не было никаких симптомов, вот это будет действительно контролируемая астма. Почему, собственно, они это предлагали? Потому что действительно вот в предыдущих клинических исследованиях было показано, что пациенты с астмой могут достичь вот этого тотального, полного контроля. Но, благо, слава богу, все-таки эксперты джины нас пожалели, и они посмотрели на реальную практику, на наших реальных пациентов, на нашу с вами работу. И, в общем, так сказать, стало совершенно понятно, что, наверное, конечно, тотального контроля можно достичь, но это крайне сложная задача. Кроме того, мы знаем с вами очень хорошо, что бронхиальная астма – это то заболевание, которое характеризуется высокой вариабельностью. И, в общем, даже контролируемая астма зачастую дает обострения и зачастую дает клинические проявления, то есть периодически такие кратковременные потери контроля, если не говоря уж об обострениях. Поэтому все же было принято, что достаточно приняты лояльные критерии контроля, то есть нашим пациентам позволяется иметь по крайней мере два симптома, но обратите внимание, дневных симптомов, и это очень важно, дневных симптомов астмы в течение недели, и по крайней мере дважды по поводу этих симптомов пользоваться короткодействующими бета-органистами. И это будет контролируемая бронхиальная астма. Однако у них всего остального не должно быть ни ночных симптомов, ни симптомов астмы на физическую нагрузку, у него должна быть нормальная функция легких. То есть вот это критерии контроля, которые на сегодняшний день приняты. Посмотрите, вот это оптимальная стратегия терапии бронхиальной астмы. На мой взгляд, она очень логична, она очень разумна. То есть, в общем, трудно найти пациента, который бы страдал астмой и не пользовался каким-то фармакологическим препаратом. Практически невозможно. Поэтому, конечно, первое, так сказать, начало стратегии лечения астмы – это достижение контроля с помощью фармакотерапии. Затем, конечно, и особенно это актуально в детской практике, потому что большая часть больных в детской практике, детей и подростков, имеют атопический фенотип бронхиальной астмы, ИГИ, обусловленную бронхиальную астму. Поэтому, конечно, провести аллергологическое обследование – это обязательно следует сделать, это обязательная ступень. Посмотрите, очень важна вот эта стратегия – лечение, модифицирующая болезнь. Вот это очень важно. Это и иллюминация аллергенов, особенно, конечно, наверное, не всегда мы можем их полностью эллюминировать, если только это нелюбимые питомцы. А во всех остальных случаях, по крайней мере, снизить концентрацию, снизить контакт с аллергенами. Иммунотерапия аллергенами крайне интересная, сейчас очень активно много работы именно при астме, иммунотерапия аллергенами. И, конечно, на сегодняшний день у нас доступна пока только одна биологическая молекула для лечения астмы – анти-ИГИ, антитела против иммуноглобулина Е. Но мы с вами стоим на пороге, когда у нас появится много биологических молекул, и анти-ИЛ-5, анти-ИЛ-4, анти-ИЛ-13. То есть, на самом деле, анти-ИЛ-17 очень много, и это тоже очень важно, и, как показали исследования, анти-ИГИ терапия действительно тоже вариант терапии, который может модифицировать заболевание. И, собственно, вот это очень важная стратегия, потому что она позволяет нам сократить объем фармакотерапии, уйти на минимальную терапию, либо вообще отказаться от базисной терапии, такие случаи тоже возможны. И, конечно же, постоянное образование пациента. Вот она, ступенчатая терапия. Она абсолютно едина для детей старше 5 лет, но я все-таки не буду более младших деток, я все-таки взрослый доктор, поэтому старше 5 лет – это все-таки более для меня близко. Для детей старше 5 лет, подростков и взрослых. Посмотрите, вот эти… То есть, собственно, только на приинтермитирующей астме, а мы с вами помним, что такое интермитирующая астма, эпизодическая астма. Это когда симптомы у пациента проявляются реже одного раза в неделю. Вот если симптомы реже одного раза в неделю, мы имеем полное право не назначать базисные препараты, а обойтись только короткодействующими бета-агонистами. Во всех остальных случаях, вы видите, мы должны назначить препараты базисной терапии. И, в общем-то, совершенно логично, что если мы не достигаем… Если пациент из эпизодической интермитирующей астмы развивается в персистирующую, мы должны назначить базисную терапию. Если мы не достигаем контроля на… Суть ступенчатой терапии в чем? Не достигаем контроля на ступени 2, мы должны перейти на ступень 3 или 4, или, так сказать, при тяжелой бронхиальной астме. Собственно, тяжелая астма – это четвертая, пятая ступень. То есть, вот, собственно, суть и смысл ступенчатой терапии бронхиальной астмы. Что мы должны знать с вами? Очень важно, что, конечно, в большинстве случаев персистирующей астмы мы начинаем терапию со ступени 2. То есть, мы назначаем либо ингаляционные глюкокортикостероиды, либо единственная альтернатива им – антагонисты лейкотериеновых рецепторов, которые рассматриваются на сегодняшний день и которые имеют доказательную базу. Но, обратите внимание, если выраженные симптомы, если выраженное снижение функции, если есть ночные симптомы, мы имеем право с вами миновать вторую ступень. И начать сразу терапию со ступени 3. Она может быть стартовой терапией со ступени 3. Такое тоже возможно. То есть, мы можем сразу назначить комбинацию ИГКС, длиннодействующий бета-агонист, ингаляционный стероид, антагонист лейкотериеновых рецепторов, либо средние и высокие дозы ингаляционных стероидов. Обратите внимание, как мы вообще, так сказать, мониторинг астмы. С каким шагом должен производиться? Три месяца. Вот три-четыре месяца. Раз в три-четыре месяца мы должны оценивать у пациента контроль. Вот это очень важно. Потому что, конечно, эффект фармакологических препаратов, особенно таких активных, как ингаляционные стероиды, проявляется быстро. Но все-таки в полной мере. И, в общем-то, говорить о каком-то контроле воспаления мы можем только с вами через где-то 3-4 месяца. А в некоторых случаях, обратите внимание, 6 и 12 месяцев нужно. И вот это очень важно. То есть где-то пересмотреть терапию, сделать ступенечку вверх или, наоборот, ступенечку вниз, что, кстати, тоже очень важно, особенно в педиатрии. Не надо забывать об этой степ-даун-стратегии. Мы, конечно, можем с вами только через 3-4 месяца. Причем очень важно, на самом деле, что рассмотреть стратегию степ-даун, снижение терапии мы можем с вами только после того, когда мы имеем стабильный контроль, качественный контроль бронхиальной астмы, который наблюдается, по крайней мере, на протяжении 3 месяцев. После 3 месяца пациента соответствует критериям контролируемой астмы, мы можем рассмотреть возможность снижения базисной терапии, переход на обратную ступень. То есть, посмотрите, точно так же, как мы повышали, точно так же мы можем постепенно, с шагом, опять же, в 3-4 месяца эту терапию снизить. Ну, и так, давайте посмотрим. Вот ступень 2. Начало терапии. У нас персистирующие симптомы. Наш пациент имеет симптомы чаще 1 раза в неделю, но реже 1 раза в день. Это легкая персистирующая астма. Чаще раза в неделю, но реже 1. То есть, 3-4 раза в неделю симптомы. И это уже персистирующая астма, которая требует назначения базисной терапии. И какие возможности назначения базисной терапии у нас есть? Низкие дозы ингаляционных стероидов, либо антагонисты лейкотреиновых рецепторов. Вот это вопрос. Когда и какую стратегию монотерапии мы с вами должны выбрать? От чего это зависит, собственно, выбор стратегии терапии? Ну, посмотрите, на самом деле все просто. Выбор стратегии терапии, монотерапии, либо комбинированной терапии, конечно, зависит от самого пациента, от особенностей его бронхиальной астмы. Иначе говоря, от фенотипа заболевания. Мы с вами знаем, что фенотип болезни – это те особенности заболевания, которые формируются на основании генетической составляющей и факторов внешней среды. И каждый, по сути дела, пациент имеет свои фенотипические характеристики. То есть вот, собственно, от чего, что и определяет выбор монотерапии или комбинированной терапии. Посмотрите, вот сегодня будет доклад по этому международному консенсусу. По-моему, Лена сам будет третий доклад по международному консенсусу. Поэтому я только очень кратко. Вот это детский международный консенсус по астме. И вот весь этот детский международный консенсус, через него красной линией проходит то, что надо все же стараться проводить терапию ребенка с учетом фенотипов. Какие фенотипы важны для детей? Посмотрите, во-первых, фенотип в зависимости от возраста. Вот 2, 5, 12, 18 лет. Это критичные совершенно фенотипы. То есть возраст зависимые фенотипы, и здесь очень много. Конечно, безусловно, точно так же и педиатры, и взрослые врачи. И вы знаете, что вообще международное сообщество отказалось от... Ну, не все, кстати, страны отказались от классификации астмы по степени тяжести. И перешли все-таки только на контроль. Но обратите внимание, педиатры, и я с ними совершенно согласна, и российское респираторное общество, российское аллергологическое общество оставило классификацию бронхиальной астмы по степени тяжести. И это правильно. То есть мы оставляем, что мы должны классифицировать пациента по степени тяжести и по степени контроля. Ну и, конечно, вот на самом деле те фенотипы астмы, которые можно вычленить, можно выявить. И это можно сделать в клинической практике у ребенка. И посмотрите, самый основной и главный, Геннадий Азикович будет об этом говорить, фенотип детской астмы – это вирус индуцированная бронхиальная астма. Активно сейчас изучается и активно звучит и у взрослых, и у детей астма, ассоциированная с ожирением. И тут очень много интересного. Конечно, атопическая, аллергенобусловленная астма – это очень актуальный фенотип, особенно у подростков и детей, астма, связанная с физической нагрузкой. То есть даже неправильно сказать астма, связанная с физической нагрузкой. А вот это та астма, в которой доминирует бронхоспазм, вызванная физической нагрузкой. Ну и, конечно, есть пациенты, которые имеют несколько триггеров. Это и вирус индуцированный, и аллергены, и физическая нагрузка, ну и так называемый неизвестный фенотип. Вот мы так или иначе в своем докладе, я буду стараться опираться на эти фенотипы. Итак, от чего, в общем, как фенотип может фенотип определять эффективность фармакотерапии? Безусловно, конечно. Потому что мы с вами сказали, что фенотип – это генетическая составляющая плюс факторы внешней среды. И, конечно, эффективность, в том числе и ответ на терапию, во многом определяется и генетической составляющей. И, в частности, полиморфизмом генов. Полиморфизм генов, однонуклеативным полиморфизмом генов бета-адренорецепторов. И это будет изменено, в общем-то, от этого во многом зависит ответ на короткодействующие, длительно действующие бета-агонисты. От полиморфизма геностероидных рецепторов, и в этом случае может быть так называемая стероидно-резистентность первого типа и даже второго, либо от полиморфизма генов цистениловых рецепторов цистениловым лейкотриеном. То есть, понимаете, мы, к сожалению, с вами сейчас пока, но это не только мы, вообще врачи всего мира, мы не можем проводить вот это строгое генетическое типирование и выявлять вот этот однонуклеативный полиморфизм. Да, здесь сложно, но мы можем зато... Посмотрите, ведь еще, оказывается, во многом ответ на фармакотерапию зависит от факторов окружающей среды. И вот это-то мы с вами оценить, безусловно, можно. Курение, ожирение, наличие аллергического ринита, о котором мы с вами говорили. Смотрите, вот отчего вообще факторы успеха ингаляционной терапии бронхиальной астмы, да и вообще фармакотерапии бронхиальной астмы. Они складываются, они стоят на трех китах. Три кита. Первое – это выбор адекватной фармакотерапии с учетом фенотипа. И здесь какие возможности? Это либо ингаляционные стероиды, вот молекулы ингаляционных стероидов, которые у нас есть, комбинированные препараты, либо антагонисты электриеновых рецепторов в нашем отечестве дастопинодин-мантеллоказ. Это очень важно – выбрать адекватную фармакотерапию с учетом фенотипа. Мы сейчас попытаемся это сделать. Второй момент. Очень важно – устройство доставки. Это вопрос вопросов на самом деле. Я вас активно призываю к тому, чтобы вы обязательно проверяли на каждом визите вашего пациента, как пациент пользуется устройством доставки. Потому что на самом деле из этого складывается очень много неудач. То есть это крайне важно. Ну и вы знаете, я уже говорила в предыдущем выступлении, приверженность терапии на самом деле. Вот это тоже вопрос вопросов. Это абсолютно краеугольный камень, потому что можно соблюсти вот эти первые два. Но если пациент не будет принимать препарат, то мы, в общем, с вами здесь все равно проиграем. Безусловно, ингаляционные глюкокортикостероиды на сегодняшний день являются абсолютными блокбастерами терапии бронхиальной астмы. То есть пока на сегодняшний день нет никакой другой группы препаратов, которые бы могли конкурировать с ингаляционными глюкокортикостероидами. Посмотрите, ингаляционные астероиды вот пока на сегодня никакие. Ни антагонисты лейкотреновых, ни длительное действие. Ну, ингаляционные астероиды и комбинация с длительное действующими бета-агонистами. Ой, спасибо большое. Существует очень много исследований, которые демонстрируют, что ингаляционные астероиды влияют абсолютно на все проявления бронхиальной астмы. И ингаляционные астероиды являются единственной группой препаратов, которые доказали влияние на снижение смертельных исходов. А мы не должны сами забывать, что бронхиальная астма по-прежнему остается заболеванием, к сожалению, от которого умирают 250 тысяч смертей ежегодно в мире. И фиксируются по причине бронхиальной астмы. Посмотрите, какие ингаляционные стероиды у нас с вами есть. Вот эти все молекулы ингаляционных стероидов у нас с вами есть. И они доступны для терапии бронхиальной астмы. В прошлом году у нас вот эта линейка пополнилась. Эта линейка пополнилась с двумя новыми ингаляционными стероидами. Обе молекулы очень интересны. Это молекула циклизонидов и молекула маметазона фурата, о которой мы поговорим чуть больше. Посмотрите, это ингаляционные стероиды, которые пришли, которые, в общем-то, конечно, как каждая современная молекула, имеют безусловный приоритет, безусловные преимущества по сравнению с хорошо известными старыми молекулами ингаляционных стероидов. У меня в последнее время такое количество лекций, что вот, видите, голос. Итак, от чего зависит эффективность и безопасность ингаляционных стероидов? Спасибо, Геннадий Азипович. Эффективность и безопасность ингаляционных стероидов зависит от афинности стероидов к стероидному рецептору. Мы уже говорили в ходе предыдущего симпозиума. Потому что афинность определяет во многом противовоспалительную активность. Зависит от длительности действия, безусловно, ингаляционного стероида, от связывания с белками плазмы и от, конечно, метаболизма и системной биодоступности. Посмотрите, я обещала, что я чуть больше расскажу о метазоне фурате. На сегодняшний день среди ингаляционных стероидов, неинтраназальных, а ингаляционных, метазон фурат имеет самую высокую афинность к стероидному рецептору. Афинность его больше, чем какого-либо другого. Более того, но когда мы говорим об афинности, мы, конечно, боимся, что этот стероид будет достаточно опасный, достаточно высокий будет риск развития побочных эффектов. Посмотрите, мамбитазон фурат на 99% связывается белками плазмы. То есть, по сути дела, мы с вами хорошо знаем, что в связанном состоянии молекула ингаляционного стероида или интраназального стероида не может оказать системный эффект. 99%. То есть, по сути дела, возможности для оказания системного эффекта, что очень важно в детстве и у подростков, у этой молекулы нет. Ну и отсюда биодоступность. Вы видите, мамбитазон фурат имеет очень низкую биодоступность. Реализуется это в какие-то клинические эффекты? Да, конечно, посмотрите. Вот это ответ на мамбитазон фурат и на будезонит в эквипотентных дозах. Абсолютно эквипотентные дозы. Вы видите, что ответ, причем этот ответ абсолютно объективный, это прирост объема форсированного выдоха, функционального показателя. Вы видите, что мамбитазон фурат здесь значительно достоверно превышает эффективность будезонита. Приверженность терапии. Вот это то, что я считаю, что это очень важный момент, про который мы забываем на самом деле. Посмотрите, приверженность терапии напрямую коррелирует с уровнем контроля бронхиальной астмы. Вот это контроль астмы по ICQ. Вы видите, вот это пациенты с низкой приверженностью, и у них отсутствует контроль астмы больше полтора балла по ICQ-тесту. А это пациенты с высокой приверженностью, и вы видите, у них контроль астмы значительно выше. Посмотрите, вместе с тем, в обычной клинической, вот в нашей с вами практике, приверженность ингаляционными стероидами очень невелика, и в среднем составляет 50%. А когда посмотрели приверженность ингаляционным стероидам среди подростков, то пришли просто в ужас, потому что она составляет 20%, 15%. То есть только 20-15% от предписанных доз принимают наши подростки, страдающие астмой. Вместе с тем, оптимальный уровень приверженности, то есть тот уровень приверженности, который позволяет нам оценить эффективность терапии, составляет 80% от предписанных доз. Вот я говорила про интерназальные стероиды, и там 50% уже работает. Так вот, при астме 75-80%, лучше 80% от предписанных доз должен принять пациент, для того, чтобы мы реально могли оценить эффективность этого ингаляционного стероида. Смотрите, какие типы неприверженности можно выделить. Вообще, надо сказать, что вот эта низкая приверженность терапии вообще характерна для всех пациентов, страдающих хроническими заболеваниями. Для наших пациентов, и особенно для подростков, характерна так называемая беспорядочная или непостоянная приверженность. То есть недостаточное применение лекарственного препарата, они пропускают прием, они принимают его через день, раз в неделю. Они устраствуют каникулы, выходные от лечения. То есть это такая хаотичная приверженность. Вот сегодня принял, завтра два, послезавтра не принял. И это очень характерно. Вот эта неприверженность невольная или непреднамеренная, я называю неприверженность блондинок. То есть это, в общем, неприверженность как бы действительно невольно. Это в силу того, что пациент не понимает, и мы не сумели ему почему-то объяснить, не обязательно женщины, кстати, и мужчин полно таких, которые не понимают ни сути болезни, ни разницы между короткодействующими бета-органистами, бронхолитиками и ингаляционными стероидами, и не умеют пользоваться, зачастую не умеют пользоваться устройствами доставки. Применяют его как угодно, как, помните, в докторе Хаусе, в общем, распыляют, применяют его в качестве, так сказать, духов, а не туда, куда нужно. Ну и, наконец, вот эта умышленная или преднамеренная неприверженность, это когда наши пациенты, в общем-то, руководят своим лечением сами. На самом деле это здорово. Пациенты должны уметь лечить бронхиальную астму, должны уметь мониторировать бронхиальную астму, но все-таки делать они должны это совместно, либо в соответствии с планом терапии, который мы им предлагаем. А в этом случае пациенты, в общем-то, так сказать, руководят сами и делают, когда чаще всего они отменяют препараты или снижают их существенно, а чаще всего это полная отмена после достижения контроля симптомов. Посмотрите, естественно, что самая высокая приверженность, вообще пациенты не очень любят ингаляционные препараты, они любят таблетки, и желательно, я всегда говорю, одну таблетку, и чтобы эта таблетка помогла от всех болезней, вот выпить ее на всю оставшуюся жизнь, вот как кремлевские таблетки, вот этот миф о кремлевских таблетках. И на самом деле, действительно, так сказать, любой ингалятор достаточно, так сказать, отягощает жизнь пациента. Но, тем не менее, мы знаем, что ингаляционная терапия астмы – это главная терапия, и, в общем, препарат должен действительно все-таки достигать именно места, где максимально персистирует воспаление. То есть ингаляционная терапия астмы – она основополагающая. Если уж речь идет об ингаляторе, то, конечно, здесь очень важно, ну и правильное устройство доставки, и очень важна кратность применения, потому что чем реже применяет препарат пациент, тем выше у него приверженность. И вот и молекула циклизанида нового, и маметазона фураата нового препарата, которые появились в нашем арсенале, они возможны, то есть согласно их форматке кинетики, они могут применяться один раз в день. И вот то исследование по приверженности маметазона фураата двукратного и однократного показало убедительно, хотя в обеих случаях, конечно, приверженность была очень высокая. Здесь 89%, здесь 93%. Но и тем не менее, даже в условиях исследования, тем не менее, приверженность терапии оказалась выше у тех пациентов, которые пользовались маметазоном фуратом однократно. То есть однократный прием, простой прием стимулирует приверженность терапии, безусловно. Ну и, конечно, для пациентов, которые, знаете, на самом деле нет устройства доставки, которое бы было идеальным. И дозированные аэрозольные ингаляторы, и порошковые ингаляторы, и небулайзеры, все они имеют свои плюсы и имеют свои минусы на самом деле. Нет идеального ингалятора. Просто надо подобрать оптимальное устройство доставки для каждого конкретного пациента. И есть целый ряд пациентов, которые не могут пользоваться дозированными аэрозольными ингаляторами. И эти пациенты встречаются и в детстве, и среди подростков, и среди взрослых, и пожилых. И для этих пациентов, конечно, выходом являются порошковые ингаляторы. Маметазон фурат представлен именно в порошковом ингаляторе, что достаточно удобно. И для подростков, а препарат разрешен с 12 лет, для подростков, так сказать, это действительно удобно. Однократное применение, порошковый ингалятор для, в общем-то, так сказать, такого легкого использования. Но я сказала, да, ингаляционные стероиды блокбастер терапии. Это абсолютно безусловно. Конечно, нет никаких препаратов, которые будут конкурировать. Но вместе с тем, понимаете, нет однозначного ответа, чтобы в 100% все пациенты отвечали одинаково на ингаляционные стероиды. И вот доказательством этого является вот это исследование, клик-стадии. Достаточно старое исследование, которое до сих пор, но его активно изучают, на него активно ссылаются. И ряд исследований, которые после него, которые продемонстрировали результаты данного исследования. И в этом исследовании изучали ответ на ингаляционный стероид, флотикозон, пропионат, сильная молекула, активная молекула. И на мантелуказ, антагонисты и катриеновых рецепторов. У детей и подростков с персистирующей астмой. Это исследование было с перекрестным дизайном. То есть пациенты получили, все пациенты получили и ту, и другую терапию с отмывочным периодом. Смотрите, пожалуйста, интересно, что и критерием ответа, критерием эффективности был абсолютно объективный. Критерий прирост ОФВ-1, по крайней мере, на 7,5%. Что же оказалось? Причем эти все дети и подростки были наивные, то есть до включения в исследование никакой базисной терапии они не получали. Что же оказалось? Оказалось то, что две трети больных имели преференцию ответа на флотикозон, пропионат. Одна треть больных имела преференцию ответа на антагонисты и катриеновых рецепторов. Посмотрели, а какие же характеристики фенотипа, какие предикторы, предвестники лучшего ответа на ингаляционный стероид и лучшего ответа на антагонисты лейкотреновых рецепторов? Посмотрите, что оказалось. Оказалось, что фенотип астмы с высокой активностью изенофильного воспаления, высокий уровень оксида азота, это маркеры изенофильного воспаления, изенофилия крови, изенофилия мокроты, изенофильный катионный протеин, это тоже маркеры изенофильного воспаления в крови и мокроте, высокий общий ИГЕ, бронхиальная гипереактивность высокая и низкая функция легких, то есть интенсивное изенофильное воспаление с выраженными клиническими проявлениями и нарушением функций. вот эти дети и подростки лучше ответили на ингаляционный стероид. А маленькие дети с коротким стажем астмы и с высоким уровнем цистенилового лейкотриена, лейкотриена Е4 в моче, ответили лучше на антагонисты лейкотриеновых рецепторов. То есть вы видите, в общем, уже сформировалось, чем меньше стаж болезни, чем меньше возраст, да еще, так сказать, здесь было доказательство задействованности цистениловых лейкотриенов в генезе воспаления, они лучше отвечают на антагонисты лейкотриеновых рецепторов. Еще один интересный фенотип астмы, и если вы помните первые слайды, которые я показывала, это международный консенсус фенотипа астмы с доминированием бронхоспазма, вызванного физической нагрузкой. Это очень распространено у детей и подростков особенно. И посмотрите, оказалось, что когда посмотрели, какие же, так сказать, липидные медиаторы, какие казаноиды повышаются в индуцированной мокроте в ответ на физическую нагрузку, то достоверно оказалось, что цистениловые лейкотриены, то есть после физической нагрузки в индуцированной мокроте у пациентов повышаются с астмой, повышаются цистениловые лейкотриены, не тромбоксан B2, не простагландин Е2, а именно цистениловый лейкотриен. То есть, по-видимому, в этом случае тоже при доминировании бронхоспазма в ответ на физическую нагрузку антагонисты лейкотриеновых рецепторов могут оказаться полезными. И на самом деле очень много исследований по применению этой группы препаратов в превенции бронхоспазма в ответ на физическую нагрузку. И плюс этих препаратов в чем? Они оказывают длительный протективный эффект, и их эффективность, в общем, не снижается. На них не развивается тахифилоксия, на них не развивается снижение ответа. Они эффективно защищают, оказывают бронхопротективный эффект в отношении бронхоспазма, вызванного физической нагрузкой. То есть эти препараты тоже могут использоваться в этом отношении для превенции при этом фенотипе астмы. Ну и, наконец, я очень коротко скажу, потому что Геннадий Айзикович говорит об этом фенотипе, астмы и респираторные инфекции. Это действительно большая проблема, потому что, особенно в детстве, больше чем 80% обострений астмы у детей – это виноваты респираторные инфекции. Конечно, респираторные вирусные инфекции, такой синергичный инфект аллергенов и вирусов хорошо известен. И, кстати, сказать у взрослых, у нас тоже, в общем, больше 60% обострений – это тоже вирусы. И вот это, опять же, знаменитое исследование, известное исследование, тоже достаточно старое, тоже 2005 года. Чтобы смотреть, применение монталукаста у маленьких детей 2-5 лет с легкой астмой, в основном астмой, эпизодической, я бы сказала, астмой, индуцированной вирусными инфекциями, оказалось, применение монталукаста оказало выраженный эффект в отношении превенции обострений астмы, особенно в зимне-осенний и весенний период. То есть на 32% снизилось число обострений у детей в результате применения монталукаста. А стало быть, на 32% снизилось назначение ингаляционных стероидов, да и системных стероидов у этих детей. То есть вирус, индуцированное обострение астмы у маленьких детей – это тоже можно рассматривать как такой тагетный фенотип, как целевой фенотип для применения антагонистов лейкотреновых рецепторов. Ну и вот, посмотрите, давайте мы подведем итог, давайте мы попытаемся выявить, когда, какие же, так сказать, характеристики фенотипа мы должны учесть при назначении ингаляционных стероидов. Посмотрите, итак, монотерапия ингаляционными стероидами. Когда мы должны рассмотреть, что однозначно начинать терапию с ингаляционных стероидов, высокая активность изенофильного воспаления, оксид азота, изенофилия крови, изенофилия мокроты, изенофильный катионный протеин, если возможно посмотреть, астма с высокой бронхиальной гиппереактивностью, когда пациент, в общем, реагирует в виде, так сказать, симптомов астмы на самые различные неспецифические даже триггеры, астма с персистирующими дневными, и особенно я хочу обратить внимание, ночными симптомами, потому что ночная астма – это очень интересный фенотип астмы, и это такой тревожный симптом, на самом деле, чуть ниже об этом поговорим, и астма с низкими показателями функции дыхания. Когда мы можем рассмотреть, на самом деле, с вами монотерапию, антагонистами лекатриеновых, и можем, в общем, так сказать, назначить и ожидать от них эффект, это дети маленького возраста, младшего возраста с легкой астмой и сопутствующим ренитом, потому что мы с вами знаем, что у мантелукаста плюс большой – это таблетка, а стало быть, он оказывает системный эффект не только на воспаление в нижних дыхательных путях, но и воспаление в верхних дыхательных путях. Легкая астма с доминирующим бронхоспазмом, возветно-физическую нагрузку. Короткий стаж астмы, повышенный уровень лекатриена Е4, если возможно посмотреть, и вирус, индексуированное обострение бронхиальной астмы у маленьких детей. Вот вам, пожалуйста, фенотип специфический. Нельзя сказать, что это полностью фенотип специфический подход, но, в общем, персонализированный подход с учетом фенотипа болезни на второй ступени терапии. Но посмотрите, если мы не достигли контроля на второй ступени терапии, мы должны, естественно, перейти на третью или даже четвертую ступень терапии, если не достигаем контроля на третьей ступени. Какие здесь возможности? А здесь, собственно, комбинация. Посмотрите, это, опять же, комбинация ингаляционных стероидов с взлетнодействующими бета-агонистами, либо ингаляционные стероиды антагонисты лекатриеновых. В принципе, у детей достаточно, есть много, так сказать, апологетов того, что у детей надо принять монотерапию ингаляционными стероидами, и можно применять средние и высокие дозы ингаляционных стероидов. Комбинация с теофилином у детей, по сути дела, не применяется, потому что уж очень низкий коридор между терапевтическими, токсическими дозами теофилина. Посмотрите, вот в эту табличку я суммировала, какие причины, почему может не работать монотерапия ингаляционными стероидами. И посмотрите, на самом деле этих причин очень много. Вот сейчас очень интересно, так сказать, это и интенсивное воспаление, это и мелкие бронхи, кстати, очень важно, особенно у детей, дистальные бронхи, калибра меньше 2 мм. Посмотрите, это нитрофильный тип воспаления. Сейчас очень много работ, которые изучают дефицит витамина Д. Мы северная страна, и дефицит витамина Д, и возможности развития стероидной резистентности, недостаточного ответа при условии дефицита витамина Д, хорошо известны и описаны. Это такой полипатентный, это, по сути дела, гормон витамин Д. И сейчас идут исследования, контролируемые исследования, применение, дополнение и восстановление ответа на ингаляционные стероиды с дополнением витамином Д. Смотрите, а какие коррекции, какая? А как преодолеть вот эту стероидную резистентность? А комбинация? Комбинация, вот комбинация ингаляционных стероидов с длительно действующим бета-агонистом, потому что возникает потенциированный, синергичный эффект между ингаляционными стероидами и бета-агонистами длительного действия. Такой же эффект возникает, двойной эффект влияния на воспаление ингаляционных стероидов и антагонистов лейкотреиновых рецепторов. То есть выход в комбинации, то есть когда мы можем преодолеть вот эту клинически обусловленную стероидную резистентность. Итак, опять к нам с вами вопрос. Когда и какую стратегию теперь уже комбинированной терапии мы с вами должны выбрать? И опять же ответ, что выбор стратегии зависит от пациента, от фенотипа его заболевания, от коморбидных состояний. Конечно, он зависит от того, есть у пациента ренит или нет, есть лишний вес у пациента или нет. И большая проблема сейчас курения. Курение подростков, это в общем... Да сейчас уже дети тоже, к сожалению, начинают курить совсем маленького возраста. То есть от этого тоже очень зависит наш выбор. Я показывала уже этот слайд на предыдущем симпозиуме. Действительно, посмотрите, аллергический ренит влияет на все проявления бронхиальной астмы. Пациенты с ренитом и чаще проявляют и приступы астмы, и чаще обращаются за медицинской помощью, чаще госпитализируются, чаще пользуются короткодействующими бета-агонистами. Вот это одно из моих любимых исследований. Исследования, конечно, мы можем контролировать ренит как? Мы можем назначить с вами интраназальные глюкокортикостероиды. А можем поступить по-другому. Мы можем дополнить ингаляционные стероиды антагонистами лейкотреиновых рецепторов. И есть несколько исследований, которые убедительно показывают, что оказывается, когда мы дополняем с вами ингаляционную монотерапию или даже комбинированную терапию астмы еще и антагонистам лейкотреиновых рецепторов, то мало того, что вы посмотрите, в 3 раза снижается частота приступов, в 5 раз снижаются экстренные визиты, на 4% снижается госпитализация, в 3 раза снижается применение системных стероидов и, соответственно, незапланированные визиты к врачу. Но оказывается, когда мы добавляем антагонисты лейкотреиновых, мы еще и сокращаем число пациентов, которые пользуются препаратами для контроля ренитом. Эти больные пользуются меньше интерназальными стероидами, антигистаминными препаратами, потому что антагонисты лейкотреиновых рецепторов, повторяю, обладают системным эффектом и действуют на воспаление как в нижних дыхательных путях, так и в верхних дыхательных путях. Поэтому если астма плюс ренит, тут следует подумать, какую комбинированную терапию выбрать. Астма и курение. Посмотрите, вот это серьезная проблема. Сейчас, слава богу, как-то на нее обратили внимание, потому что уж очень много наших пациентов, страдающих, астмой курят. И когда провели эпиземиологические исследования, то оказалось, что распространенность курения среди пациентов с астмой не отличается от распространенности курения в общей популяции. То есть астма никак не подвигает наших пациентов отказаться от курения. А вот Юрий Леонидович сделал исследование со своей спиранкой. И они показали, что, оказывается, подростки, страдающие астмой, еще больше. То есть наоборот, астма как бы их подвигает к тому, что они начинают курить. И у нас арбитражное отделение по подросткам. Я действительно это вижу каждый день, когда я иду на работу. Все наши подростки стоят, нельзя курить в корпусе, они перед корпусом стоят, курят. А у них бронхиальная астма между тем. То есть это действительно серьезная проблема. И курение, конечно, влияет на течение астмы, снижает достижение контроля. Но посмотрите, что еще делает курение. Курение влияет на ответ на терапию. Вот это очень важно. Ведь у курильщиков с астмой развивается стероидная резистентность. Она может быть разной степени выражена. Она может быть, так сказать, просто чуть снижена. А может быть полная стероидная резистентность. И показано, что курильщики с астмой даже на системные стероиды не отвечают. И вот здесь вы видите, что вот как отвечают некурящие пациенты на флотикозон пропионат, сильная молекула, да, вот здесь у некурильщиков все хорошо, они отвечают в два раза лучше, чем на плацебо, а курильщики с астмой на плацебо отвечают лучше, чем на флотикозон пропионат. И еще очень интересное исследование, когда посмотрели уровень цистениловых лейкотриенов, конечно, у всех больных с астмой в индуцированной мокроте цистениловых лейкотриенов значительно больше, чем у здоровых, но когда сравнили некурящих и курящие, то оказалось, что у курильщиков уровень цистениловых лейкотриенов в индуцированной мокроте значительно выше, чем у курильщиков, и это разница достоверна. То есть, по-видимому, это послужило мотивом для попытки изучить проведение контролируемых исследований. А как будут работать антагонисты лейкотрееновых рецепторов у курящих пациентов с астмой? Вот это первое пилотное исследование, которое убедительно показало, что, посмотрите, оказывается, курящие пациенты отвечают в отношении функционального прироста ОФВ и пиковой скорости, что на бекламетазон, что на мантелуказ, абсолютно одинаково, вот ОФВ. А пиковая скорость, они даже больше дают ответы на мантелуказ, чем на бекламетазон. То есть такое впечатление, что курильщики лучше отвечают на антагонисты лейкотрееновых рецепторов. И вот, наконец, в прошлом году уже контролируемое исследование было опубликовано. Результаты контролируемого исследования у пациентов, плацебо-контролируемое исследование у курящих пациентов с астмой. Причем, обратите внимание, это и подростки 18 лет, и взрослые. На протяжении полугода этих пациентов лечили флотикозонопропионатом сильный стероид 250 микрограмм, либо мантелуказом 10 мг в день. Критерием эффективности был контроль астмы. Посмотрите, не было разницы, не было разницы никакой между, в ответе и в достижении контроля на флотикозонопропионат и в мантелуказ. Было показано, да, что терапия и мантелуказом, и флотикозонопропионатом эффективнее, чем плацебо у курильщиков с астмой. Но между препаратами разницы не было вообще. Более того, была интересная тенденция, замечено, что чем больше стаж курения, чем больше, так сказать, более такой длительный стаж курения, тем хуже пациенты отвечают на ингаляционные стероиды, а лучше отвечают на мантелуказ. И наоборот, чем меньше стаж курения, пациенты лучше отвечают на ингаляционные стероиды. Еще один фенотип – астма и ожирение. Знаете, вот это сейчас тоже еще один фенотип, который активно изучается и в детстве, и у подростков, и у взрослых. В общем, вот это 16% считают, но вот уже последние исследования говорят, что и 20, и 22%, что достаточно. И такое впечатление, что вот увеличивается и распространенность ожирения, и среди этих пациентов чаще встречается астма. Действительно, посмотрите, вот этот водораздел 30, индекс массы тела 30. И посмотрите, как после вот этого индекса массы тела, как увеличивается распространенность астмы и у женщин, и у мужчин. И сейчас очень много внимания уделяется именно астме в детстве, астме и ожирению. Это, в общем, два заболевания, которые, ожирение – это заболевание, это два заболевания, которые потенциируют друг друга, усиливают друг друга и, в общем, конечно, препятствуют достижению контроля. Как оказалось, понимаете, вот это ретроспективное исследование, большое исследование, 3000 пациентов было включено. Оказалось, что, в общем, так сказать, вообще, во-первых, сам факт ожирения препятствует достижению контроля. Потому что, посмотрите, изучали плацебо, и вы видите, как снижается процент дней с контролируемой астмой у пациентов, которые ничего не получали, они просто имели ожирение. То есть, чем больше выражено ожирение, тем меньше возможность достижения контроля астмы. Но в этом исследовании была показана еще одна важная зависимость, что у пациентов с ожирением изменяется ответ на ингаляционные стероиды. Здесь изучался бекламитазон-диперпионат, то есть снижается ответ на бекламитазон-диперпионат, и практически нет разницы в ответе на антагонисты лейкотрейных рецепторов. То есть на мантелукаст пациенты с нормальным весом, с лишним весом и с ожирением отвечают в отношении достижения контроля одинаково. Вот это важное наблюдение. Пока нет контролируемых исследований, какова эффективность антагонистов лейкотрейных рецепторов при этом фенотипе бронхиальной астмы. Но, тем не менее, так сказать, вот такое ретроспективное исследование уже есть. Еще один важный фенотип астмы – астма с частыми обострениями. Вот это, вы знаете, это пациенты, которые должны быть в фокусе нашего внимания на самом деле. Что значит частое обострение? Вот когда мы можем говорить, что да, у этого пациента астма с частыми обострениями. Если пациент имеет два и более обострений астмы в год, причем обострений, которые требуют назначения системных глюкокортикостероидов, по крайней мере, в течение трех дней, или это обострения, которые требуют госпитализации, в том числе в отделении неотложной терапии и в реанимации, вот это будет астма с частыми обострениями. Два и более обострений, требующих назначения системных стероидов, или госпитализации, или неотложной терапии. Понимаете, оказалось, что, в общем, достаточно много пациентов, и вот это относительно недавнее исследование, которое было проведено в Европе и Канаде, и посмотрите, оказывается, что много, большое число пациентов проявляют достаточно часто имеют обострения. Посмотрите, по крайней мере, три обострения в течение года отметили где-то от 30 до 60. Вот, так сказать, в Канаде и в Германии 52% больных, почти каждый второй, отметил, что да, они имеют частые обострения. Ну, это было такое, так сказать, исследование с помощью вопросников. Возможно, так сказать, если верифицировать, что это было за обострение таких пациентов, станет меньше, но, тем не менее, это важно. Более того, когда оценили, а что, вот спросили больных, что вас больше беспокоит, ваши каждодневные симптомы астматические или вот эти вот внезапно развивающиеся и прогрессирующие обострения астмы, оказалось, что вы видите, что большая часть пациентов, по крайней мере, больше трети больных отметили, что их беспокоят вот эти внезапные, часто развивающиеся обострения. Как мы можем превентировать, как-то можно, что для этих пациентов, вот, которые имеют частые обострения, фенотипом частых обострений, какая стратегия фармакологической терапии должна быть рассмотрена. И я уже говорила, что мы с вами живем в эпоху доказательной медицины. Самый высокий уровень доказательности – это Кахрейновские обзоры, систематические обзоры, метаанализы. И посмотрите, вот это Кахрейновский обзор 2010 года. В него было включено 21 тысяча больных, в том числе больше, чем 4,5 тысяч детей, страдающих астмой, и которые имели неконтролируемую бронхиальную астму, а риском развития обострения является именно неконтролируемая бронхиальная астма, особенно когда она длительно неконтролируется и персистирует неконтролируемой, на низких и высоких дозах. Что показал этот Кахрейновский обзор? Он абсолютно убедительно показал, что добавление к терапии длительно действующих бета-агонистов, сальмотерола или формотерола, то есть комбинации ГКС и длительно действующий бета-агонист, достоверно снижают частоту обострений, которые требуют назначения системных стероидов. Вот этих меняет вот этот фенотип с частым обострением, улучшают легочную функцию, симптомы и снижают потребность короткодействующих бета-агонистов. Правда, справедливости ради надо сказать, что у детей эти эффекты были менее так значимы, что ли, чем по сравнению со взрослыми. И важность этого Кахрейновского обзора заключается в том, что, в общем, не было разницы в нежелательных явлениях комбинации ГКС-ДДВА либо высокие дозы ингаляционных стероидов. Посмотрите, какие у нас с вами есть комбинации. Мы с вами, в общем, достаточно хорошо живем, и у нас много комбинированных препаратов, почти все, какие есть в мире, комбинированных препаратов, длительно действующие бета-агонисты, ингаляционные стероиды у нас есть, уже появились генерики, и вот ТЭВАКОМП, это генерик серетида. И вот в прошлом году эта линейка у нас с вами пополнилась. Это очень здорово, что к нам появился, у нас появился еще один комбинированный препарат, причем очень неплохой, форматерола и маметазона фураата, препарат Зинхейл. Значит, этот препарат пришел, и он разрешен к применению у подростков и взрослых, у подростков с 12-летнего возраста для лечения бронхиальной астмы. Посмотрите, в чем, что, так сказать, особенности этого препарата? Ну, во-первых, хороший ингаляционный стероид, мы уже о нем говорили, и хороший длительно действующий бета-агонист с быстрым началом действия форматерола, в отличие от цельматерола, начинает действовать в первые 2-3 минуты. Посмотрите, какие особенности? Этот препарат в виде дозированного аэрозольного ингалятора. Но у него есть плюс. Это дозированный аэрозольный ингалятор со счетчиком ДОС. И вот это очень важно на самом деле, потому что это, конечно, способствует оптимизации лечения и с точки зрения пациента, и с точки зрения врача. И посмотрите, вот это последний самый главный тензис. Оказывается, наличие счетчика ДОС позволяет избежать пользования пациентам пустого ингалятора, потому что последние исследования, которые были проведены, показали, что, оказывается, наши пациенты пользуются пустыми препаратами, пользуются пустыми баллончиками дозированных аэрозольных ингаляторов, в том числе для купирования приступов. И сейчас, в общем-то, международные эксперты рекомендуют, что вообще все производители, даже короткодействующих бета-таганис, сельбутамола, фенотерола, комбинированного препарата, должны делать эти препараты со счетчиком ДОС, чтобы пациент видел, что он пользуется не пустым препаратом. Препарат изучен очень хорошо. Посмотрите, вот что интересно, и для каких пациентов следует его рассмотреть? Пациенты с частыми обострениями, потому что, как показали исследования, этот препарат влияет и снижает у 70%, позволяет избежать развития тяжелых обострений бронхиальной астмы, и это очень важно. Причем он позволяет избежать не только тяжелых обострений, он позволяет избежать и легких обострений, то есть тех обострений, которые проявляются только увеличением потребностей в короткодействующих бета-агонистах, ночными симптомами или появлением симптомов в ответ на физическую нагрузку. Я вам обещала рассказать про ночную астму, ночные симптомы астмы. Вот это, вы знаете, вот когда у наших пациентов появляются ночные симптомы астмы, это должно нас очень насторожить. Почему? Да потому что, посмотрите, ночные симптомы астмы в три раза увеличивают риск развития обострений, не дневные. Почему, собственно, в критериях контролируемой астмы позволяются дневные, а ночные ни в коем случае не позволяются? Потому что, как показали исследования, оказывается, ночные симптомы астмы связаны с активацией изинофильного воспаления. Это были очень сложные исследования с трансбронхиальной биопсией, которые показали, что именно в ночное время активируется изинофильное воспаление, и именно это, причем активируется изинофильное воспаление на территории мелких бронхов, дистальных бронхов, И именно это лежит в основе ночных симптомов бронхиальной астмы. И вы видите, вот это очень сложно. Более того, очень тревожный симптом. Более того, посмотрите, оказывается, ночные симптомы характерны для так называемой мультисимптомной астмы. И вот эта мультисимптомная астма, которая проявляется многочисленным, у нее много клинических симптомов, она очень трудна для достижения контроля. То есть ночные симптомы астмы – это плохой прогностический признак. Их надо обязательно учитывать при выборе терапии. Что оказалось? Оказалось, что препарат маметазон-фурат-форматерол, препарат Зинхил, очень эффективный. Он на 60% снижает проявления ночные просыпания и ночные симптомы астмы. И вот я просто за неимением времени не могу показать. А в основе этого влияет то, что препарат влияет на изинофильное воспаление. И такие исследования были проведены, которые показали, что снижается и число изинофилов, и снижается оксид азота в результате применения маметазона-фурата-форматерола. Ну и, наконец, последнее. Астма со сниженной функцией легких. Вот когда мы видим выраженное снижение функциональных показателей. Либо когда мы видим малообратимую обструкцию. Ведь не обязательно 12% плюс 200 мл. Иногда, ну, может быть, у педиатрии это меньше, а среди взрослых это часто, формируется малообратимая обструкция, особенно когда уже выраженный ремоделинг или, кстати, выраженная персистенция воспаления. И посмотрите, вот для этих пациентов тоже имеет смысл со сниженной функцией, с малообратимой обструкцией рассмотреть комбинацию, комбинированную терапию, длительно действующие бета-агонисты, ингаляционный стероид. Потому что здесь, вы видите, вот в дозозависимой манере эти препараты увеличивают функцию легких. По сравнению с монотерапией ингаляционным глюкокортикостероидом. И это было показано в том числе и для маметазон-фурата форматерол. Ну и давайте подведем итог. Теперь давайте мы выявим те характеристики фенотипов, которые нам помогут здесь тоже осуществить какой-то персонализированный подход к выбору комбинированной терапии. Когда мы должны предпочтеть с вами комбинацию ингаляционный стероид, длительно действующий бета-агонист? Это астма с частыми обострениями. Мы уже знаем, это два и более обострения в году. Астма с выраженными персистирующими и особенно, надо подчеркнуть, ночными симптомами бронхиальной астмы, высокой потребностью в короткодействующих бета-агонистах, каждодневной потребностью. Астма со сниженной функцией легких, и в том числе малообратимая бронхиальная астма или астма вообще с фиксированной обструкцией. Когда мы можем с вами предпочтеть комбинацию ИГКС и антагонист лейкотериеновых рецепторов? А в случае на четвертой ступени ступенчатой терапии астмы мы можем триумвирать, мы можем комбинацию ИГКС, ДДБА плюс антагонист лейкотериеновых рецепторов. Посмотрите, это атопическая астма с сопутствующим ринитом. Аспириновая астма. За неимением времени не могу о ней рассказать, потому что при аспириновой есть такие стыни, цистениловые лейкотериены. Именно они определяют формирование воспаления. Астма с выраженным бронхоаспазмом в ответ на физическую нагрузку. Астма курильщиков. И, возможно, нет контролируемых исследований, поэтому я пишу возможно, возможно у пациентов с бронхиальной астмой и ожирением. Ну и, конечно, астма с четкими вирусиндуцированными обострениями. Ну и вот, собственно, такую модель ступенчатой терапии я могу предложить в качестве... Когда, посмотрите, это, в общем, модель ступенчатой терапии персистирующей астмы в рамках одной молекулы. Вот это очень хорошо, когда у нас есть и одна молекула в виде монотерапии, и та же самая молекула. Не надо пересчитывать дозу. Не надо рассчитывать эквипотентные дозы. Та же молекула только в комбинации с длительно действующим бета-агонистом. И вы видите, в общем-то, так сказать, что начать терапию мы можем при персистирующих симптомах, когда симптомы чаще раза в неделю, но меньше одного раза в день. Мы можем однократного применения маметазона фуроата. Если через три месяца не достигаем контроля, можем повысить терапию, либо назначить комбинацию терапии. Но мы можем с вами начать вот с этой ступеньки и с этой ступенькой. Но точно так же мы можем вернуться назад. Не забывайте, мы не склонны с вами делать степ-даун, хотя для педиатрии это очень важно. Делать не только ступеньку вверх, но и после достижения контроля и поддержания его на протяжении трех, четырех или шести месяцев делать ступенечку вниз. Об этом забывать не надо. Ну и заключая свое выступление, давайте какие-то основные моменты, подведем какие-то итоги. Конечно, астма крайне гетерогенна. Она фенотипически гетерогенна. Проявляется она различные фенотипы, которые требуют, конечно, разных подходов к терапии. Вы знаете, я думаю, что вот если мы будем этот фенотип-специфический подход хотя бы с учетом тех внешних коморбидных состояний осуществлять, то мы достигнем большего контроля. И, конечно, ингаляционные стероиды и комбинации ингаляционных стероидов, длительно действующие бета-агонисты, они наиболее эффективны при единофильном воспалении. И, конечно, титрация дозы в соответствии с уровнем контроля – это перспективный подход. А если мы еще можем посмотреть из единофильные маркеры, вообще замечательно. Антагонисты лейкотреиновых рецепторов эффективны в уменьшении бронхоспазма в ответ на физическую нагрузку, при аспириновой астме, астме плюс аллергический ренит, у курильщиков и, может быть, возможно, при астме и ожирении. Конечно, несмотря на гетерогенность, мы можем достичь контроля астмы у большинства наших пациентов и поддерживать его успешно, правда, при условии высокой приверженности. 80% от предписанных доз, и это надо держать нам в голове. И, конечно, очень большое значение имеют устройства доставки. Я вас активно призываю проверять правильную технику ингаляции, потому что по моему личному опыту даже пациенты с большим стажем бронхиальной астмы и пользование дозированными аэрозольными ингаляторами или порошковыми делают ошибки. То есть, в общем, это совершенно естественно. Спасибо вам большое за внимание. Я уложилась. Почти. Спасибо большое, Наталья Михайловна, за блестящий доклад. Я думаю, что все присутствующие получили истинное удовольствие. Пожалуйста, если есть вопросы, можно сейчас воспользоваться и спросить у Натальи Михайловны. Или в конце, пожалуйста, можете подать в президиум в письменном виде. Пожалуйста. Ну и я с удовольствием предоставляю слово моему сопредседателю Геннадию Айзиковичу. Пожалуйста, так сказать, астма на фоне... Новый Геннадий Айзикович, астма на фоне вирусной инфекции. Я вот просто с замиранием сердца, мне кажется, что это очень интересно. Пожалуйста, Геннадий Айзикович. Уважаемые коллеги, мы сегодня с вами обсудим очень актуальный вопрос для педиатрической практики. Это наличие астмы и респираторно-вирусных инфекций. Мы с вами обсудим сегодня вирус-индуцированный фенотип астмы. Мы попробуем с вами обсудить алгоритм успешного выбора терапии вирус-индуцированного фенотипа, а также профилактику обострений этого состояния. Вам хорошо знакомы вот эти документы. Они являются основным у нас с вами для руководства действий. Мы пользуемся с вами в ежедневной практической работе. И, конечно, я считаю, что это действительно был для нас очень важный документ. Это айконовский документ, который был опубликован конкретно по детской астме. Сегодня мы будем еще обсуждать его. Единственное, могу сказать, что, конечно, именно вопросы детской астмы, разобранные отдельно, они представляют особый интерес для педиатров. Вам хорошо известно, что у нас насчитывается огромное количество больных. Это миллиард больных, страдающими хроническими неинфекционными респираторными заболеваниями, 300 миллионов астмы, 400 миллионов ринита. И, к сожалению, самые неутешительные прогнозы о том, что это количество больных будет увеличиваться более чем на 100 миллионов. Ситуация эпидемиологическая с респираторными заболеваниями тоже не стоит идеально. Ежегодно в мире регистрируется миллиард случаев острых респираторных инфекций. И структура, конечно, инфекционных болезней у детей, острые респираторные инфекции достигают подавляющего в большинстве случаев. Острые респираторные вирусы у детей первого года жизни, естественно, вызываются разными микроорганизмами. Наиболее актуальные для нас с вами, как вы видите, это риновирус и респираторно-синциальный вирус, которые и являются преимущественно, вызывают респираторные инфекции у детей первых лет жизни. Обратите, пожалуйста, внимание, насколько меняется и частота этих заболеваний, и в зависимости от возраста, в зависимости от того, сформируют они в шестилетнем, в данном случае, возрасте бронхиальную астму или нет. И на первом, на втором и на третьем году жизни резко возрастает частота респираторных инфекций у этих детей. Причем мы с вами в практической работе часто это знаем, о том, что дети, которые формируют респираторную аллергию, сформируют астму, они чаще других болеют респираторными инфекциями. И что очень важно для нас с вами, для оценки эффективности нашей, подобранной в дальнейшем базисной терапии, эти дети перестают болеть. Они становятся реже, начинают болеть, они начинают ходить в школу. Я считаю, что для врача это очень важно, вот такая оценка его деятельности, когда мама придет к вам и скажет, вы знаете, мой ребенок в этом году почти не пропустил школу, он практически не болел. И мы видим, что здесь заложены механизмы, которые приводят к тому, что дети, которые формируют астму, они действительно болеют в данной ситуации более часто. Определение астмы мы пользуемся разными, но вот это хорошо вам известно определение прокталовское, где бронхиальная астма у детей может описано быть в том случае, если есть эпизоды бронхиальной обструкции гиперактивности дыхательных, хоть и одним из факторов, провоцирующих, как вы видите, здесь выступают вирусные инфекции. И вот выделяется такой вирус, индуцированный фенотип бронхиальной астмы, который действительно у детей достаточно часто и, наверное, самый частый. Мы знаем с вами особую группу детей, дети первых лет жизни, которые имеют так называемый визинг. И для нас очень важно правильно подойти к этой группе детей, постараться полечить их адекватно. И, возможно, это, возможно, перспективный путь уменьшения количества в дальнейшем формирующихся уже форм аллергического поражения дыхательных путей. Мы знаем с вами три паттерна. Ну, кто-то говорит четыре паттерна. Ну, по сути дела, наверное, три более правильно будет говорить, потому что есть приходящие ранние хрипы у детей первых и трёх лет, есть персистирующие хрипы с ранним началом. Вы знаете, что часть детей к возрасту трёх-пяти годам, у них исчезают вот эти вот появления свистящего дыхания на фоне вирусных инфекций. В дальнейшем они не составляют для нас с вами большой проблемы. А вот третий паттерн, который дети с более поздним началом, они формируют бронхиальную астму, потому что наверняка здесь в ведущем значении может иметь и генетический фактор. У них часто мы выявляем наличие атопически отягощённой наследственности или другие проявления атопических заболеваний. Поэтому вероятность бронхиальной астмы будет возрастать при наличии атопического дерматита, аллергического риноконъюнктивита, а также отягощённой наследственности. Вот когда вы сталкиваетесь в своей работе практически с ребёнком первых лет жизни, у которого папа и мама имеют бронхиальную астму, познакомились они в очереди у аллерголога, родили ребёнка, принесли его вам потом, вы занимались лечением атопического дерматита, а потом у него вдруг появились какие-то признаки нашего с вами известного заболевания после контакта с кошками, с собакой во время уборки помещения, то понятно, что, конечно, этот ребёнок формирует бронхиальную астму. Вот согласно вот этому нашему последнему документу, детскому документу, посвящённому бронхиальной астме, как вы видите, он объединил очень много разных документов, которые, в общем, по сути дела, являются мировым согласительным документом по бронхиальной астме. Здесь очень чётко написано, что в этой категории больных, где вы точно не можете окончательно сказать, да, есть какие-то признаки, которые говорят вам о том, что этот больной формирует астму, но вы не уверены в диагнозе, то в этой ситуации вы можете поступить практически очень, назначив ему курс на 3 месяца, в данном случае базисной терапии, для того, чтобы проверить, как отреагирует он на эту терапию. Это подтверждено в этом документе Айконовском, это же есть в GINI 2012 года в том числе, когда бронхиальная терапия, она официально вам разрешена для того, чтобы верифицировать диагноз. И если вы получаете эффект на этой терапии, то диагноз уже сомнения не вызывает. Во всех попытках фенотипирования этого заболевания, как вы знаете, это хорошо вам известная попытка выделения фенотипа в зависимости от наличия TH2-ответа, выделяется вирус-индуцированная бронхиальная астма. И действительно основным триггером у маленьких детей особенно является вирусная инфекция. Как вы видите, и частота обострения этого заболевания, связанная с вирусами, достигает 85-95%. Как вы видите, и у взрослых. Это тоже достаточно частый триггер обострения заболевания. Среди всех вирусных инфекций респираторных, которые вызывают обострение у детей, бронхиальная астма, риновирусная инфекция. Причина – большинство обострений, вне зависимости от возраста. Риновирус – это очень коварный риновирус. На самом деле, когда-то, лет, может быть, 15 назад, я вам сказал, что я не знаю, каким образом риновирус может вызвать обострение астмы, если он в основном культивируется в тех условиях температурных, которые создаются носоглоткой. На самом деле оказалось, что риновирус прекрасно себя чувствует и в нижних дыхательных путей, и вызывает соответствующее воспаление, и оказывает свое патологическое действие. Он действительно достаточно часто вызывает обострение заболевания бронхиальной астмы. Наиболее часто – это, конечно, тип А и С. Самое важное – нету группа специфического антигена, и мы никак не можем создать вакцину против риновируса. Вот думаю, что если человечек найдется такой, который создает такую вакцину, то думаю, что он явный претендент на Нобелевскую премию. Безусловно. Но пока этого нет. И мы знаем с вами, что риновирус на первом месте, на втором месте – респираторно-синтезиальный вирус, а также большое значение имеет коронавирус, аденовирус, грипп и метапневмомирус. Вот они так выстроились в зависимости от наибольшей частоты, вызываемых обострение этого заболевания. Что важно нам в понимании сути тех процессов, которые происходят при вирусной инфекции? У каждого, и у здоровых, и у больных, имеющих атопию, формируется так называемая неспецифическая поствирусная гиперреактивность бронхов. Она достаточно, как вы видите, длительный процесс. Но дети, которые имеют бронхиальную астму, они имеют более выраженную степень гиперреактивности бронхов, и они, естественно, для нас, для них это наиболее причиной и это клинически проявляется. Не забывайте, пожалуйста, что остро-ризнанная вирусная инфекция может осложняться ринусинуситом. И когда симптомы удлиняются у больного вирусной инфекции, то надо подумать о том, что нет ли у него осложнений в виде острого ринусинусита. Блестящий был документ, опубликован в 2012 году, это ЭПОС, который, конечно, расставил все точки над ее. Он принципиально различный, он 2007 года, поэтому я вам всем рекомендую, в свободном доступе есть, ознакомьтесь с ним по поводу лечения острых ринусинуситов, где очень четко, черным по белому написано, как мы это диагностируем у взрослых и очень важно у детей, где появление вот этих симптомов будет говорить вам о том, что, возможно, у ребенка имеют место острый ринусинусит. Еще очень важное достижение этого документа, где было четко прописано, что на самом деле острый ринусинусит может быть вирусным ринофаренгитом, поствирусным ринусинуситом, а вот острый бактериальный ринусинусит, видите, такая скромная точечка во всем этом графике, небольшая подгруппа поствирусного ринусинусита. Это имеет принципиальное значение для лечения этих больных. Мы нередко злоупотребляем антибактериальные терапии. И не знаю, почему, вот как мы наверняка уже обсуждали, почему надо лечить детей с аллергией к белкам, к коровьим молокам, вы уже обсуждали это, например, какой-то безлактозной смесью, кто это придумал, не знаю, или использование смеси на основе козьего молока, хотя четко прописано в современных документах о том, как нужно это лечить. Так и здесь. Мы не должны с вами лечить вирусную инфекцию с помощью антибактериальной терапии. Здесь очень четко расписан алгоритм, как, что и когда. Если вы не получаете дополнительного эффекта на фоне симптоматической терапии, вы добавляете топический глюкокортикостероид, и в случае тяжелых проявлений, когда вы думаете о бактериальном осложнении, вот только тогда следует подумать об антибактериальной терапии. Локальное действие топических стероидов хорошо детально изучено. Вам хорошо известно действие моментазонов уроата, которое мгновенно уменьшает достаточно быстро всю клиническую симптоматику. Это сопровождается под морфологическими изменениями, когда у ребенка нормализуется состояние слизистой оболочки, и даже длительнейшее использование этого препарата не приводит к атрофии слизистой. Это тоже глубокое заблуждение многих специалистов. Почему-то теоретические представления о действии тех или других препаратов автоматически переносятся на другие препараты. У Нозанекса, например, есть четко доказанные исследования, которые говорят о том, что даже длительное использование его не приводит к атрофии слизистой. Конечно, фенотипы бронхиальной астмы вы сегодня обсуждали и говорили, что они могут быть преимущественно эзенофильным или нетрофильным воспалением. Важно нам это? Принципиально важно. Потому что, как вы видите, здесь разные пути идут в формирование воспаления, с формированием в конечном итоге использования различных медиаторов, которые приводят к этому, различных путей, которые приводят к формированию воспаления. С формированием либо эзенофильного, либо нетрофильного воспаления. И вот оказывается, что вирус-индуцированный фенотип характеризуется преимущественно нетрофильным воспалением. Вот это было очень интересное проведенное исследование, когда взяли детей с астмой, с хроническим кашлем, с ранним визингом, а также здесь была группа с муковисцидозом. Здесь просто не указано, чтобы не мешать смотреть внимательно. Я хотел бы обратить ваше внимание на тот вывод, который был сделан в этом исследовании, что 1,3 детей с астмой и 50% детей с визингом уровень нетрофилов был больше 10% и зависел от тяжести симптомов. Нетрофил о последовании воспаления может способствовать формированию симптомов астмы в детстве. Вот тоже очень интересное исследование, которое было сделано на добровольцах, где были расшифрованы механизмы, которые приводят к формированию вирус-индуцированного обострения астмы. Оказывается, риновирус приводит к усилению уже имеющегося воспаления изинофильного и нитрофильного. Он сопровождается увеличением степени гиперреактивности бронхов. Риновирусная инфекция сопровождается формированием такого профиля цитокинов, который характерен у нас и для аллергического воспаления, то есть преобладание TH2 компонента, то есть интерлекин 4, 5 и 13, которые и приводят к формированию у нас этого воспаления. Аналогичные результаты были получены и по РС-вирусной инфекции, как вы видите, где тоже было показано, что это в основном формирование TH2 модели продукции цитокинов. Вот тоже была высказана гипотеза. Чем это связано? Достаточно интересно было высказано гипотеза в отношении РС-вирусной инфекции. В экспериментах было показано, что вот эти гликопротеиды поверхностные, на которые формируется антитилан у маленького вашего пациента, в зависимости того типа, который есть, и формируется тот ответ, который может быть либо TH2, либо TH1. Это интересная гипотеза, которая, конечно, требует дальнейшего изучения и подтверждения. Может быть, это путь в конечном итоге и к изучению возможности нашего лекарственного подхода. На других исследованиях их очень было много проведено. Было показано, что действительно РС-вирусная инфекция приводит к изменению характерному воспалению для аллергического воспаления и увеличению хорошо известных вам провоспалительных цитокинов. Это не единственный механизм повреждения слизистой оболочки при появлении какой-то острой респираторной инфекции у наших пациентов. Это повреждение М2-рецептора, это формирование соответствующих профилей соответствующих других цитокинов, которые могут привести к формированию еще большего воспаления. Но обратите, пожалуйста, внимание, что вызванный таким образом бронхоспазм обратим под влиянием дексаметазона. Очень важный момент о формировании ремоделирования. Вообще, на самом деле, ремоделирование это ключевой вопрос, разрешение которому может быть нам и позволит добиться лучшего контроля течения заболевания. Очень интересные исследования, где были взяты дети, которые имели симптомы бронхиальной обструкции, а также группа детей, которые в возрасте 6-16 лет сформировали астму. Изучали у них толщину базальной мембраны. Оказалось, что те дети, которые в дальнейшем формируют астму, у них очень быстро формируется ремоделирование дыхательных путей на ранних этапах развития. Вирусная инфекция может индуцировать ремоделирование бронхов. Механизм повреждающего действия хорошо изучен у больных как с астмой, так и у больных без этого заболевания. Идет повреждение эпителиальной стенки, идет активный синтез, конечно, провоспалительных цитокинов, привлечение вместо воспаления с помощью различных факторов хемотаксиса, хемокинеза других клеток, которые становятся ключевыми, соответствующим выбросом дополнительно патологических факторов, включая и фактор некрозоопухоли, которые могут привести к повреждению слизистой оболочки, привлекаются соответствующие дендритные клетки, которые также активируют и возникает активация врожденного иммунитета и под влиянием факторов микробных легандов активируется, как вы видите, тул 2, тул 4, путь блокируется, 9 путь. То есть здесь очень много различных факторов, которые в конечном в форме приводят к воспалению, гипертрофии гладкой мускулатуры бронхов и в конечном итоге к появлению тяжелых проявлений. Очень интересная работа по риновирусной инфекции была по индуцированному уровню интерферона. Мы знаем, что это основной фактор, который приводит к быстрому выздоровлению наших пациентов на фоне текущей инфекции. Оказалось, что люди, детки, в том числе, которые не имели аллергии или не имели астмы, и те дети, которые имели аллергии и нет астмы, и те, кто имел аллергии и астму, совершенно по-разному индуцируют на фоне риновирусной инфекции синтез интерферонов. Много работ посвящено роли интерферонов при риновирусных инфекциях. Это тоже очень одно из интересных исследований, когда были взяты разные группы здоровые, легкие, астма стероидно-наивная, а также астма средней тяжести, получающая ГКС. У этих больных выбрали больных, которые переносят риновирусную инфекцию, и что они получили? Оказывается, что эти больные более тяжело и более ярко переносят острую респираторную инфекцию, у них более выраженные клинические проявления заболевания, а также более ранние, более выраженные симптомы заболевания. Также это все зависело от того, какая форма у него была заболевания. Легкая астма или средней тяжести, а также зависело очень четко от контроля. Те, кто имели худший контроль, они значительно тяжелее переносили обострение риновирусных инфекций. Что еще очень важный вывод был сделан в работе Джексона, о том, что у этих больных с риновирусной инфекцией, больных с бронхиальной астмой, формируется тот же самый профиль цитокинов, который характерен именно для аллергического фенотипа бронхиальной астмы. У них формируется ТЕИЖ-2 ответ и повышает уровень интерлекина в назальном секрете четвертого, пятого, тринадцатого фактора. Как же подходить тогда к лечению таких больных? Что мы должны использовать? И существует тоже глубокое, на мой взгляд, заблуждение о том, что таких больных надо лечить, используя группу так называемых иммуномодуляторов, которые могут существенно улучшить возможность предотвращения риновирусных инфекций. Это отдельный разговор, конечно, не сегодняшнего дня, но существует такое мнение, что неплохо бы использовать эти препараты. Оказывается, все исследования, которые были проведены по поводу вируса аддуцированного фенотипа, говорили, что надо использовать наши стандартные методы лечения, наши бронхиальные астмы, которые мы используем у этих детей. Единственное, что многие говорят о том, что требуется несколько большей в данном случае в этой работе дозы глюкокортикостероидов для получения лучшего контроля за течением заболевания. Поэтому, вне зависимости от того триггера, который вызвал на сегодняшний день это хроническое воспаление, мы должны пользоваться стандартными методами лечения этого заболевания, использовать стандартные схемы лечения. Пока, к сожалению, таких вот однозначных предикторов очень мало, или их нет, которые могли бы сказать, что в данном случае можно было бы использовать тот или другой препарат. Средства базисной терапии вам хорошо известны у детей, и мы на них останавливаться с вами не будем. Я единственное, хотел бы остановиться на роли цистейниловых ликотриенов, формирования воспаления и роли антагонистов этих препаратов у больных с бронхиальной астмой. Вы знаете, что под влиянием многих стимулов происходит активация архидонового кислометаболизма, архидоновой кислоты фосфолипаза А2, под влиянием ее происходит переход, образование из архидоновой кислоты ликотриенов, в конечном итоге тех самых цистейниловых ликотриенов, которые приводят к формированию воспаления. У нас есть группа препаратов, которые относятся к группам-ингибиторам 5-липооксигеназа, 5-липооксигеназа активированного белка, но они пока в стадии разработки, а есть еще группа антагонистов рецепторов цистейниловых ликотриенов, которые хорошо известны вам, это группа зафир-лукаста, это группа монта-лукаста, это группа пран-лукаста. Считается, что кортикостероиды существенно влияют на воспаление аллергическое, это так, безусловно, и все с этим согласны, это препарат действительно важнейший в формировании активного ответа нашего при наличии аллергического воспаления. Но оказалось, что активация фосолипаза А2 под влиянием аллергенного стимула приводит к тому, что не всегда оказывают глюкокортикостероиды тот желанный эффект, и они не влияют на стимулируемую аллергеном в освобождении цистейниловых ликотриенов. В частности, в этом же исследовании было показано на бронхолиолярном лаваже, что у пациентов нет этого. Мы знаем эффект ликотриенов. Они в первую очередь привлекают эзинофилы вместо аллергического воспаления. Они вызывают повышение проницаемости сосудов, они вызывают повышение секреции слизи, они вызывают в том числе и спазм гладкой мускулатуры. Это мощный эффект цистейниловых ликотриенов. Они приводят к конечным итогам гипертрофии гладкой мускулатуры и, конечно, к формированию ремоделирования гладкой мускулатуры. Стенки из вентебронха. Вот это ступенчатый подход к лечению бронхиальностом, опубликованным в Айконовском документе. Он, конечно, имеет свои нюансы. Я не буду сейчас подробно на нем останавливаться. Вы видите здесь уже сразу, что объединены третья и четвертая ступень. Здесь очень четко прописаны роли, место амолисумаба в лечении. Здесь даны нам более, на мой взгляд, простые для врача-педиатра схемы назначения препаратов, которые мы стандартно используем. Но сегодня мы это обсудим. Но в каждом, какой бы мы пользовались с вами классификацией джины или Айконовской, везде вы видите используется несколько групп препаратов. Это либо ингаляционные глюкокортикостероиды, как монотерапия, либо комбинации возле длительной действующей бета-2-оргонисты, либо использование антагонистов ликотриенов, антиликотриеновые препараты в виде монотерапии, либо в комбинированных терапиях. Что очень важно? Оказывается, у антагонистов ликотриеновых рецепторов есть очень интересный эффект. Вот мы сталкиваемся в практической работе иногда с кортикостероидной нечувствительностью. И уже сегодня Наталья Михайловна говорила о причинах, которые могут привести. Вот одна из причин это формирование кортикостероидно- нечувствительных нейтрофилов, которые под влиянием глюкокортикостероидов не исчезают из стенки бронхов у больных с бронхиальной астмой, и, соответственно, мы не добиваемся нужного эффекта. Сегодня тоже широко обсуждался этот вопрос, чего мы должны достигать, чего мы хотим от этого больного. На самом деле надо ставить высокие цели, надо ставить достижение контроля и управления бронхиальной астмой. Вот когда мы изменили немножко вектор определения тяжести только лишь на определение контроля, это, наверное, может быть и правильно, потому что наши больные должны себя чувствовать абсолютно социально и физически адаптированы. И если мы не будем ставить перед собой такие высокие цели, то, в общем-то, поэтому мы не будем, наверное, и стремиться разрабатывать какие-то дополнительные препараты. То есть у нас не будет стимулов, которые бы рекомендовали нам совершенствоваться в этом. Вот посмотрите, как меняется и формируется частота обострения у больных. Это канадское хорошо всем известное исследование, когда в осенний период частота обострения бронхиальной астмы действительно больше. Но мы и знаем с вами в нашей работе, что нам количество больных, конечно, обращается за помощью больше в осенне-зимний период. Было показано, что действительно присоединение к аллергическому сенсибилизации эффекта вирусного триггера приводит к тому, что частота обострений существенно повышается. Очень интересные были проведены работы по молисумабу. Вы знаете, это антиэгипрепарат, который подавляет, безусловно, как раз эффективен наиболее при аллергической астме, хотя есть уже на сегодняшний день работы, которые говорят, что и другие фенотипы возможно должны лечиться этим препаратом, антиэгипрепаратом. Вы видите, как сглаживается эта кривая к обострению больных, которые получают антиэгипрепарат. Это еще раз подчеркивает общность подходов в лечении этих больных. Нужно достигнуть полного контроля заболевания. Это исследование, которое тоже сегодня уже немножко обсуждалось. Это исследование по эффективности монтолукаста для профилактики индуцированной вирусной инфекции. Это исследование прэви у детей младшего возраста. Это как раз так агурты больных, которые представляют большой интерес. У них был вводный период, когда они получали плацебо. Через две недели они получали либо продолжали получать плацебо, либо монтолуказ. А дальше у детей оценивалась эффективность, насколько снималась частота, снизилась частота обострения в случае применения этого препарата. Как вы видите, по сравнению с плацебо, на 32% уменьшается частота обострения при приеме антагонистов ликотериеновых рецепторов. У них уменьшается изденофилия. И были сделаны выводы, что это хорошо переносимое средство достижения контроля над бронхиальной астмой у маленьких детей. Мы говорили уже сегодня о степ-аптерапии и говорили, что антиаликотериеновые препараты имеют свое достойное место в этой схеме лечения больных. У маленьких детей до 5 лет, как вы знаете, нет пока разрешения на использование комбинированных препаратов, содержащих топический глюкокортикостероид и длительный бедествующий бета-2 агонисты. Поэтому для них, согласно Джины, мы должны с вами использовать те препараты, которые рекомендуются, которые заказаны безопасностью. То есть, либо ингаляционные топические монопрепараты глюкокортикостероиды, либо антагонисты, либо комбинации антагонистов ликотериеновых рецепторов. Тоже хорошо известна работа Ливански, где было показано, что что лучше, увеличить дозу ИГКС, либо добавить антилекотериеновый препарат. Как вы видите, большой разницы здесь получено не было. Это следующее исследование, МОСАИК, тоже хорошо вам известное, когда попытались сравнить эффективность дозы ингаляционных флютикозонов в небольших дозах и с монтелукастом. Тоже был вводный период, когда дети не знали, что они получают в ингаляторе, что они получают за таблетку, после чего их разбили на две группы. Кто-то получал монтелукасты, ингаляцию, плацебо, а кто-то получал флютикозон 200 мкг и плацебо-таблетки. Было показано, что монтелукаст был сопоставим с флютикозоном пропионата в течение года, что был сопоставим результат по увеличению ФВ1, уменьшение количества обострения этого заболевания, а также снижение эзинофила в периферической крови. И был сделан вывод, согласно этому исследованию, что у детей 6-14 лет с легкой перситирующей астмой монтелукаст сопоставим с дозой флютикозона в 200 мкг. Сегодня уже говорили о недостаточной приверженности к терапии бронхиальной астмы. И действительно это большая проблема. Мы должны с вами оценивать контроль достигнут или не достигнут, еще и уточнить, а получает этот пациент препарат наш, следует ли он нашим советам или нет. И, конечно, это несоблюдение дорого стоит. Это огромные деньги, которые выбрашиваются просто никуда. Сегодня Наталья Михайловна сказала, что пациент очень рад, когда он пользуется ингалятором длительно, а он все не заканчивается. Вы знаете, у меня были пациенты, которые год пользуются одним ингалятором, радовали, что не надо тратить деньги на лечение. И что самое удивительное, ему становилось лучше. Я тоже. Да. Знаете, такие пациенты бывают. Вы не представляете, та радость, вы представляете, а он не заканчивается. И так искренне говорят, что я был просто поражен. Думаю, неужели на самом деле человек верит в это? Но вот верит. Видите, тут тоже есть определенный эффект. И что оказалось? Что, конечно, приверженность к терапии это очень серьезный вопрос. Таблетку легче принять, чем проингалировать. И те, кто получает таблетированные препараты, они, конечно, лучше привержены к терапии, чем, безусловно, те, кто ингалирует. Очень важный эффект ликотриенов заключается в том, что, а ведь известно хорошо, что мы, по крайней мере, выделяем два типа цистейниловых ликотриеновых рецепторов первого и второго типа, они располагаются на ключевых клетках воспаления, изнофилах, нитрофилах, лимфоцитах. Но вот рецептор к цистейниловым ликотриенам, он располагается в больших количествах перебронхиальной гладкомускулатуре и ключевых, как вы видите, клетках воспаления. Но что очень важно, они есть на клетках предшественников, на плюлипатентных клетках предшественных CD34+, вот на этих самых клеточках, из которых в дальнейшем и формируются изинофилы, нитрофилы и так далее. Поэтому роль ликотриенов заключается не только в том, что они вызывают спазм гладкомускулатуры, повышение проницаемости сосудов и так далее. Они формируют ответ пациента иммунологический на тот или другой стимул. Они являются ключевыми клетками и момент воздействия на эти клетки может привести к тому, что мы можем улучшить противовоспалительный эффект у этих больных. То есть значение ликотриенов заключается не только в том, чтобы заблокировать соответствующие рецепторы на эффекторных клетках, но воздействие на плюлипатентные гемопоэтические стволовые клетки мы с вами пытаться можем моделировать иммунный ответ. И это очень важное свойство антагонистов ликотриенов. В связи с этим существует такая гипотеза. Каким образом происходит эффективность монтелукаста в случае наличия вирусо-андуцированного фенотипа? Мы воздействуем с вами на вот этот баланс TH2-TH1 таким образом, что у больного начинает уменьшаться TH2-профиль, у него повышается TH1-профиль, у него возникает большая активность противовирусная, и он может действительно получить меньшее количество обострений. В отношении генетических методов исследования, которые посвящены конкретно вирус-андуцированного фенотипа, поверьте, разброты шатания. Мало достойных работ. Вот последнюю работу, которую хотелось бы вам предоставить, предоставить, это работа, которая была недавно опубликована, где было найдено, они изучали известный нам с вами локус, который отвечает за формирование ИГЕ-зависимого ответа, но выбрали те полиморфизмы, которые отвечали за апоптос эпителиальных клетков. И оказалось, что действительно те дети, которые формируют вирусный индуцированный фенотип, они по-разному разложились в зависимости от того или другого минорного набора генов. И поэтому в данном случае теоретически вот такой генотип может быть рассмотрен в качестве будущего маркера возможного риска формирования вируса индуцированного фенотипа. В заключение я хотел бы сказать, что вирус индуцированного астма чаще встречается действительно у детей, нет свидетельств качественных различий в основных механизмах формирования вируса индуцированного фенотипа. В основном он ассоциируется с нитрофильным воспалением в меньшей степени с эзинофильным. Вирус индуцированного фенотипа приводит к ремоделированию дыхательных путей и монтолуказ действительно высокоэффективное средство профилактики и лечения больных с индуцированной вирусной инфекцией. Но для определения особенностей лечения именно этого фенотипа нам требуются безусловно дальнейшие исследования. Спасибо вам за внимание. Спасибо большое, у нас уже много вопросов, но давайте коллеги, мы вопросы все после, потому что у нас еще есть один доклад, посвященный собственно говоря вот этому международному консенсусу икону и сделает его Елена Александровна Вишнева. Так что, пожалуйста, Елена Александровна, она здесь, а здесь вижу. Ну, давайте пока готовиться, да, давайте мы будем отвечать на вопросы. Значит, у меня есть вопросов несколько, но первый вопрос, касающийся противовоспалительного эффекта антилекотреиновых препаратов, я думаю, что после доклада Геннадия Азиковича возникли сомнения, влияют ли антилекотреиновые препараты на воспаление. Конечно, влияют, потому что цистениловые лекотреины участники колоссальные, это очень сильные медиаторы аллергического воспаления, поэтому тут никаких сомнений нет. Второй вопрос, который касается, он такой, в общем, достаточно сложный, дискутабельный по поводу интермитирующей астмы. Вот так как есть определение астмы, астма это хроническое воспаление, и почему при интермитирующей астме, при эпизодической астме не назначается базисная терапия. Вы знаете, это сложный вопрос на самом деле, ну, ведь эпизодическая астма тоже разная, она может проявляться там два раза в год с симптомами, два эпизода, может вообще, так сказать, целый год, понимаете, тут, видимо, эпизодическая астма тоже может быть разной, и сейчас, кстати говоря, при эпизодической астме рассматривается применение, в том числе, интермитирующие применение ингаляционных стероидов, энтагонистов, лейкотреиновых рецепторов, так что это астма, астме рознь, но вот согласно, так сказать, всем нашим международным гайдлайнцам, при действительно интермитирующей эпизодической астме базисная терапия не назначается, ну, это трудно себе представить, если у больного раз в год проявление, вряд ли он будет в течение постоянно персистирующей пользоваться, а сезонная астма, это совершенно другой алгоритм, потому что это уже в общем другой. Я присутствовал на лекции уважаемого профессора Бускея, который спросил, вы знаете, где вы видели того умалишенного, который будет продолжать ингалировать те препараты, если он уже себя чувствует прекрасно? Прекрасно. Я бы, говорит, не стал. Вот это он в узкой аудитории врачей. Я думаю, что это естественно. Мы говорим про приверженность, конечно, если два раза в год возникают приступы, если больной пойдет куда-то там к бабушке, у которой есть кошка, ну, это нереально. Я думаю, что и на основании этого было построено гайдлайнс. Второй вопрос, еще один вопрос касающийся терминологически, то есть действительно бронхоспазм вызван на физической нагрузке, но у меня в аббрииатуре и было бронхоспазм вызванport, на физической нагрузке, то есть не астма физического усилия. Это вопрос, кстати, сейчас вообще очень абсолютно требует отдельного дискуссии, потому что сейчас действительно бронхоспазм вызванной физической нагрузкой достаточно широко рассматривает. Он может быть не только у пациента с астмой. Это отдельно есть группа элитной спортсмены, там совершенно другая история, поэтому, так сказать, мы можем это подискутировать. Но бронхоспазм вызванный физической нагрузкой, да, так его называют. Уже сейчас нет, как бы, действительно термина бронхиальная астма физического усилия. Я, может быть, просто говорила, когда для скорости говорила астму физического усилия. Ну, и это тоже небольшая ошибка на самом деле. Так, еще... Во-первых, у меня есть радостное известие о том, что у нас сейчас будет 10-минутный перерыв. Так что вы отдохнете. А, ну тогда давайте мы, наверное, ответим на вопросы все. И второе, да, мы сейчас ответим на вопросы и сделаем большой перерыв. И тогда сделаем перерыв. Еще такой вопрос. Ребенок с аллергическим линитом лечится ингаляционными стероидами, присоединилась острая респираторная инфекция. Что делать? Отменять ингаляционные стероиды? Ну, ни в коем случае. Так кто ж такое говорил-то. Я думаю, это, кстати, опять же, после... Как же вирус... Понимаете, наоборот, есть другая стратегия. Есть стратегия увеличения дозы ингаляционных стероидов при первых предвестниках вирусной инфекции у взрослых есть. Да и у детей тоже самое. То же, да? Конечно. То есть это стратегия предупреждения вирус индуцированных обострений астмы. Причем, так сказать, вот титруется доза. Вообще, по идее, надо увеличивать в 4 раза, чтобы избежать этих обострений. Даже не в 2 раза. Ну, это как бы вот... Не отменять ни в коем случае. Я ведь приводил вам работу, где было показано, что большие дозы требуются в качестве стекозона пропианата для того, чтобы предотвратить эти обострения. Мы действительно пользуемся, когда ребенок с бронхиальной астмой дает... Знаем, что он дает обострение на вирусных инфекциях, наслаивается риновирусная инфекция. Вы же видели, у него изменяется цитокиновый профиль, который усиливает это воспаление. Ясно, что тут базисный препарат, который он получает, не может справиться с этим. И мы вынуждены дополнительно назначать ему и короткодействующий бета-2 аганистез. Это как бы чаще всего через небулазерную терапию. Вы знаете прекрасно. Дополнительно топические глюкокортикостероиды в виде суспензии мы дополнительно назначаем на 3-5 дней. Эта тактика, она оправдана. Она не приносит вреда в такой ситуации. Мне кажется, что она наиболее оптимальна, чем использование стероидов ПРОС, как это рекомендуется в условиях, так сказать, обычного обострения. Но, на мой взгляд, она оправдана. И, конечно, ни в коем случае не отменять базисную терапию. Базис не отменяем. Наоборот, даже рассматриваем стратегию увеличения базисной терапии. Это как зубы чистить. Утро, вечер. Или один раз в день. И еще один вопрос. У меня пациенты с ранее установленным диагнозом астма без базисной терапии, впервые на приеме. За какой период оцениваем уровень контроля? Уровень контроля мы можем оценивать за последнюю неделю. И у нас есть в этом отношении помощники ICQ-теста. Это неделя. АСТ-теста. Это месяц. То есть, вот, так сказать, тот и другой вопросник. И, собственно, ваше... Ну, за неделю как минимум, а можно и за месяц оценить, конечно, уровень контроля. То есть, это ваши преференции. Что вы предпочитаете за неделю, за месяц? То есть, вот это такой ответ. Если диагноз астма выставлен впервые, необходимо ли указывать уровень контроля? Вы знаете, мы не указываем. Мы пишем впервые выявленная бронхиальная астма. Если это персистирующий... Ну, какой? А он не получает никакой терапии. Это впервые диагноз астма. А вот уже через месяц он должен прийти к вам для того, чтобы мы должны оценить, собственно говоря, за месяц прошедший контроль. То есть... Это наивный больной. Да, это наивный больной. Конечно. Да, это наивный больной. Такой есть термин наивный пациент, который ничего не получал. А, собственно, контроль возникает тогда, когда мы лечим пациента. Если мы его не лечим, о каком контроле? Что, так сказать? То есть, какие-то мы должны какие-то мероприятия проводить для того, чтобы оценить эффективность и, соответственно, контроль. Геннадий Горисович, у вас... Нет ли ретроспективного анализа на тему вирус индуцированная астма у детей? На опыте видно, что к 5-7 годам она часто уходит в ремиссию. Что делать с этим диагнозом в более старшем возрасте? Можно ли этот диагноз снять без провокационных тестов? Во-первых, мы уже с вами сегодня обсуждали этот вопрос о том, что у детей раннего возраста мы имеем визинг и различные паттерны существуют. Для верификации диагноза в этой возрастной группе мы часто с вами пользуемся вот этой терапией на 3 месяца, которая дает эффект или нет. Это действительно может позволить вам с более точной вероятностью сказать, что у него есть астма или нет. Снять диагноз, поставленный бронхиальной астмой, конечно, значительно тяжелее, чем его поставить. Для этого требуется, конечно, дополнительное, безусловно, обследование, которое позволит вам точно сказать, что у этого больного нет астмы. В этой ситуации только так можно пойти. Второй вопрос. Ваш взгляд на целесообразность использования антибиотиков при лечении бронхиальной астмы с нейтрофильным воспалением? Спасибо, Ваш, еще вопрос. Хороший вопрос. Вы подписали его, уважаемая Наталья Константиновна, конечно. Вы знаете, в чем дело? Мы астму антибиотиками не лечим. Это постулат, который Вы должны себе однозначно понимать. Мы не лечим больных с бронхиальной астмой, антибиотиками. У нас есть четко разработанная группа базисных препаратов, которые мы используем в лечении этих больных. Действительно, есть различные исследования, где попытка использования в качестве одного из методов лечения есть антибактериальная, но она пока очень неубедительна. Поэтому даже и обсуждать в этой широкой аудитории педиатрической этот вопрос, наверное, неправильно. Мы астму антибиотиками не лечим. Ну, понимаете, буквально два слова. У нас у взрослых немножко по-другому. И, в общем, действительно, так сказать, есть такой нитрофильный вариант астмы. Есть большой исследований, азиаст такой. И есть мета-обзор совсем свежий. Когда макролиды, эффективность макролидов при нитрофильном фенотипе. Да, но это только для тяжелой астмы и, в общем, так сказать, с доказанным нитрофильным воспалением. И, наверное, это не детство, конечно, это, в общем-то, взрослые астмы. Там как бы это возможно в исключительных. То есть нет, и все наши, так сказать, эксперты говорят, что да, это возможно рассмотреть в исключительных случаях. То есть мы можем, мы же, в общем, с вами, все наши гайдлайнсы, это ориентировочные. Нельзя их воспринимать как, вот, так сказать, догму, что вот только так и не как по-другому. Есть исключительные случаи, когда мы вот у взрослых это применяем. Но это исключительно. Нет, у детей мы не используем, тактики такой нету, и пользоваться этим не нужно. Персистирующие хрипы с ранним началом до трех лет. С каким диагнозом эти дети должны наблюдаться у аллерголога? Но они у аллерголога наблюдаться, наверное, не должны. Они наблюдаются педиатром, конечно. И если вы не можете пока поставить ему окончательный диагноз, то мы, к сожалению, иногда ставим диагноз острого обструктивного бронхита, который, конечно, чувствуешь себя не очень уютно, потому что, конечно, непонятно ни эволюция дальнейшего течения заболевания. Но я уже вам говорил те критерии, которые могут вам подсказать, куда этот человечек идет. Куда пойдет? Если есть сопутствующая тягощенная наследственность по аллергическим заболеваниям, есть атопический дерматит, место знакомства я уже огласил, где они познакомились, и у него есть другие сопутствующие проявления, то тогда есть контакт на соответствующие неинфекционные аллергены, то вероятность, конечно, его высока. Наверное, еще один вопрос. Если у ребенка только сезонная бронхиальная астма май, как долго должен продолжать лечение ИГКС после окончания цветения березы? На самый короткий поленос, на самом деле. Ну, вообще, это редкий случай, когда у ребенка отмечается только на один аллерген, и у него поленос проявляется только лишь в виде появления симптоматики. Я не очень верю, что такие больные на самом деле существуют, изолированные. Они, как правило, имеют сенсибилизацию и к бытовым аллергенам, у них есть сенсибилизация к пыльцевым аллергенам, есть у него высокая степень гиперреактивности бронхов. Мы не лечим симптомы, мы не лечим гиперреактивность бронхов, но если у него есть весь вот этот критический набор с обострениями в периоде вне весны, то мы его оценим согласно классификации, которая у нас есть, и выбираем ту тактику лечения, которая соответствует той или другой ступени появления заболевания. Не знаю, как... Ну, я буквально два слова опять же добавлю. На самом деле, да, есть такой вариант, то есть это пыльцевая астма, она, кстати, вот у взрослых, опять же, я как бы на территории педиатров не стараюсь, но она может быть достаточно такой бурной иметь проявляции, может быть только сугубо сезонная пыльцевая бронхиальная астма. Иногда, да, вот в нашей полосе деревянный поленос, он действительно такой очень злой, особенно если мы вспомним, там, два года назад, когда у нас 20 тысяч было пыльцевых зерен в одном кубометре, это был пыльцевой шторм, мы его пережили в Москве. Поэтому на самом деле мы совершенно четкие, есть критерии аллерголога, совершенно, так сказать, вот четкие показания. Мы назначаем, если мы по анамнезу знаем, что это пыльцевая астма, за две недели до сезона, потому что есть вот этот, его называют по-разному, эффект прайминга, и, так сказать, вот это когда минимальное количество пыльцы, вообще-то это эффект минимального персистирующего воспаления, минимальное количество пыльцы, буквально 2-3 зерна уже вызывает воспалительные изменения, субклинические, минимальное персистирующее воспаление. Поэтому за две недели назначаются, ну минимум за две недели, вот последняя японская работа за три недели. И интраназальные стероиды, ингаляционные стероиды, если это, конечно, астма плюс ринит, продолжаются весь сезон, и еще по крайней мере, потому что вот дальше тоже это эффекты прайминга, и персистирующего воспаления, тут все вместе, еще по крайней мере тоже 2-3 недели после, то есть даже некоторые рекомендуют 4 недели. То есть вот это такие рекомендации аллерголога в отношении сезонной пыльцевой бронхиальной астмы, и сезонного ринита. У взрослых, конечно же. Но я бы все равно рекомендовал, не знаю, Лайя Сумурна, как Вы считаете в этой ситуации, но я бы рекомендовал обследовать более подробно у этого ребенка, выяснить на степени воспаления, гиперактивности, есть ли у него бытовая сенсибилизация, нуждается ли он вообще в базисной терапии или не нуждается. Да, согласна. И в принципе у нас вот недавно совсем была закончена работа, когда по уровню, например, специфических ЭГИ-антител к березе мы уже точно с помощью математической формулы можем рассчитать сенсибилизацию и к другим. Например, деревьям, а также и к другим, и перекрестным, и не очень перекрестным аллергенам. Потому что я согласна с Геннадьей Азиковичем, вот такой монотерапии, мне кажется, я за всю свою жизнь ни разу и не вспомню, чтобы вот прямо точно... Моносенсибилизация. Да, да, извините, я оговорилась. Моносенсибилизация, чтобы один аллерген прозвучал практически, да и теоретически тоже это настолько маловероятно, что шансы стремятся к нулю. Мы, к сожалению, совсем выбрали лимит времени и даже перерыва, поэтому нам прямо без перерыва придется... Есть еще одно приятное объявление, перерыв закончился. Начинаем следующую уже сессию. Мы наконец услышим начальника транспортного цеха. Да, вот, собственно, доклад, посвященный международному консенсусу, обсуждению Елены Александровича Вишнева. Пожалуйста, Елена Александровича, вас дважды мы призываем и ждем. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня уже очень много говорили про бронхиальную астму у детей, и я постараюсь максимально суммировать все, что было важного сегодня сказано. Несомненно, конечно, 21 век – это век аллергии. По прогнозам ВОЗ, в общем-то, не очень утешительно, но это действительно так. На сегодняшний день аллергия занимает четвертое место среди основных хронических заболеваний. Таким образом, каждый четвертый житель Земли страдает аллергией. К сожалению, за последние несколько десятилетий, каждые 10 лет, замаливаемость респираторной аллергии удваивалась. Таким образом, к сегодняшнему дню более чем 300 миллионов людей страдают астмой. Всем известна эта картинка атопического марша. Несомненно, что аллергия – это эволюционирующая болезнь и зачастую сопровождает в течение всей жизни ребенка, стартуя в детстве. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, каждый 11-й ребенок страдает от астмы, а каждый 12-й взрослый также страдает астмой. И каждый из пяти детей с астмой получает терапию в отделении неотложной помощи. Таким образом, почти 500 тысяч госпитализаций происходит ежегодно по причине обострения астмы. Огромное количество визитов, связанных с обострением астмы, фиксируется ежегодно. И почти 9 человек умирают от астмы каждый день. Несомненно, конечно, это очень актуальная проблема. В связи с этим ежегодно, почти ежегодно обновляются ведущие рекомендации по лечению, по профилактике астмы. И мировые сообщества аллергологов также выпускают рекомендации по контролю, по достижению контроля над астмой. Из последних документов это, конечно же, международный консенсус по педиатрической, по детской астме, выпущенный совсем недавно, в 2012 году, Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии. Именно для этого была создана международная комиссия по сотрудничеству в области астмы, аллергологии и иммунологии. И авторская группа как раз и был создан позиционный документ, международный консенсус по астме у детей. Целью этого документа стало определить именно ключевые моменты, общие для существующих руководств, и одновременно критически оценить и прокомментировать любые различия, таким образом суммируя все имеющиеся руководства для врачей клинической практики. Таким образом, бронхиальная астма на сегодняшний день, самое актуальное определение, бронхиальная астма – это хроническое воспалительное заболевание, связанное с приходящей и изменяющейся обструкцией дыхательных путей и гиперреактивностью бронхов, проявляющейся повторяющимися эпизодами свистящего дыхания, кашля, одышки и чувства стеснения в груди. Несомненно, что классифицировать бронхиальную астму у детей можно по различным параметрам. Несомненно, что бронхиальная астма достаточно вариабельна. Одна из особенностей – это, конечно же, возрастная особенность. Астма у детей разного возраста, раннего, дошкольного, школьного возраста, у подростков, несомненно, что она имеет свои особенности. Классификация по фенотипам, она, собственно говоря, тоже имеется. Про вирус индуцированную астму сегодня очень подробно рассказал Геннадий Айзикович. Особенности астмы с ожирением также всем известны. Несомненно, наиболее часто встречающаяся бронхиальная астма – атопическая, то есть аллерген-индуцированная астма. Также бывают проявления астмы, индуцированной физической нагрузкой. Несомненно, что есть многофакторная астма. На сегодняшний день возможность классификации по фенотипам и эндотипам продолжает оставаться предметом дискуссии и требует дальнейшего исследования. У детей старше 2 лет бронхиальная астма, как я уже говорила, чаще всего выделяют по фенотипам, как вирус индуцированная. Астма индуцированной физической нагрузкой, аллерген индуцированной и неклассифицированная астма. Кроме того, привычная уже классификация по степени тяжести и характеру течения. Астма, всем известно, что может быть от легкой до тяжелой астмы, угрожающей жизни. Характер течения может быть как персистирующий, так и интермитирующий. Но дело в том, что эти параметры лучше всего использовать только для первоначальной оценки состояния пациента. Наиболее используемой дефиницией является именно уровень контроля. Это наиболее оптимальный критерий оценки терапии бронхиальной астмы. И его лучше всего использовать в клинической практике. Таким образом, уровень контроля над имеющимися симптомами и риск прогрессирования заболевания на сегодняшний день это определяющий пункт классификации бронхиальной астмы. По уровню контроля над астмой выделяют астму полного контроля, хорошего контроля. Также возможен частичный контроль. Ну и самое сложное, конечно, это отсутствие контроля, то есть неконтролируемая астма. Каким образом определяется контроль? Несомненно, это и текущие нарушения. Симптоматика, как дневная, так и ночная, необходимость использования резервной терапии, ограничение активности и объективные показатели, показатели легочной функции, показатели функции внешнего дыхания. Кроме того, уровень контроля, он также оценивает и возможный риск обострений. Кроме того, в определении уровня контроля включены и возможные побочные эффекты лечения. Но, к сожалению, на сегодняшний день, несмотря на достигнутые успехи в понимании механизмов патогенеза астмы, к сожалению, на сегодня у нас нет успешных программ профилактики. Результаты исследования достаточно противоречивые и конкретных рекомендаций сейчас пока нет. Кроме единственного фактора окружающей среды, который рекомендуется исключить, это воздействие табачного дыма. Данная рекомендация имеет степень доказательности В. Гипоаллергенные диеты во временности беременности, прием витамина D требует подтверждения. Исследования по этому поводу продолжают вестись за рубежом активно и в нашей стране также. Кроме того, конечно же, в рамках профилактики возможности профилактических механизмов воздействия на развитие болезни исследуется возможный прием бактериальных иммуномодуляторов. Кроме того, естественное развитие астмы, конечно же, мы наблюдаем у большинства детей. Чаще всего мы видим, что если хрипы появились в возрасте у ребенка до 3 лет, после 6 лет симптомы практически исчезают. Но изменения функций легких, если развиваются уже к 6 годам, особенно у детей, у которых симптомы появились в возрасте до 3 лет. Кроме того, прогностический критерий риска развития бронхиальной астмы, к сожалению, все-таки он плохо подходит для прогнозирования сохранения заболеваний в младшем школьном возрасте. Надеемся, что дальнейшие исследования помогут найти другие индексы и критерии развития астмы. Диагностика бронхиальной астмы, несомненно, направлена на два важнейших пункта. Это подтверждение наличия эпизодических симптомов обратимой обструкции дыхательных путей и дифференциальное исключение других, каких-либо других патологических состояний. То есть это подтверждение диагноза бронхиальной астмы. Конечно же, в диагностическом процессе важнейшая роль отводится анамнезу. Конечно же, это и повторяющиеся респираторные симптомы. Обязательно нужно выяснять, в какие моменты они беспокоят ребенка, чем провоцируются, постараться определить причинно значимые аллергены. Несомненно, атопия в анамнезе имеет также важнейшую роль на возникновении бронхиальной астмы. При врачебном осмотре мы можем определить свистящие хрипы. Иногда они выявляются только при форсированном выдохе. Может быть удлинение выдоха. Кроме того, у детей с бронхиальной астмой достаточно часто мы видим признаки других атопических болезней. Это и аллергический ренит, и атопический дерматит. Может быть проявление полиноза, то есть риноконникативального синдрома. Кроме того, в диагностике, конечно же, важнейшую роль отводят и оценки легочной функции. Проводят спирометрии с бронхогилитационным тестом. Собственно говоря, оценка атопии, кожное тестирование, определение титроспецифических ЭГЕ. Это также очень важно для постановки диагноза. Кроме того, для исключения других альтернативных проблем показан рентген грудной клетки. Пациентам с вопросами, например, для исключения врожденных каких-то пороков, конечно же, показана компьютерная томография. Кроме того, у детей младшего возраста зачастую мы прибегаем к назначению пробных курсов терапии. Из новых методов оценка оксида азота, в общем-то, доказано, что она тоже важна и может помочь как в определении воспаления дыхательных путей, так и в определении приверженности терапии. Таким образом, важнейшие пункты – это оценка функций легких. Легочные тесты имеют все-таки вспомогательную роль. И функция легких, если все-таки у пациента нормальная, это не исключает наличие заболеваемости. Про возможные прогностические показатели мониторинга астмы и определение приверженности терапии необходимо также помнить о концентрации оксида азота в выдыхаемом воздухе. Несомненно, конечно, сталкиваясь на приеме с детьми младшего возраста, диагностика астмы у детей этого возраста до 2-3 лет затруднена. И еще раз я повторяю, что рекомендуется все-таки проводить пробную терапию ингаляционным углекокортикостероидом в течение короткого периода. Рекомендует проводить 3 месяца эту терапию. На этом фоне возможно улучшение. И если вы наблюдаете снова ухудшение состояния после отмены, собственно, диагноз уже не представляет сомнений. К сожалению, на сегодняшний день диагностические критерии для отдельных фенотипов не утверждены и продолжают вестись исследования по этому поводу. Каковы же принципы терапии бронхиальной астмы у детей? Несомненно, что основная цель терапии астмы – это достижение контроля над болезнью и максимальное снижение риска развития возможных обострений в будущем. Из чего же складывается терапия? Несомненно, это и обучение, исключение триггерных факторов, медикаментозная терапия, специфическая иммунотерапия и, конечно же, ежедневный мониторинг. К сожалению, на сегодняшний день уже доказано, что ранние длительные терапии ингаляционными глюкокортикостероидами не способны изменить естественное течение астмы. Но медикаментозная терапия, несомненно, необходима для достижения контроля над болезнью. Единственным патогенетическим методом, который может модифицировать течение заболевания на протяжении длительного времени на сегодняшний день, возможно, является аллергенно-специфическая иммунотерапия. Но исследования по этому поводу, опять же, продолжают вестись. Обучение пациентов – это очень важный пункт достижения комплайенса, достижения приверженности терапии. Информирование относительно заболеваемости, терапии, правильного приема препаратов должно проводиться на каждом приеме с каждым пациентом. Кроме того, обучение самостоятельному контролю над болезнью также обязательно нужно проводить не только на приеме, но и далее в АСТМО-школах. Кроме того, конечно, очень важны учебные курсы, различные методы обучения использования на компьютерных технологиях с использованием интернета. Ну и важным параметром, конечно, является домашний мониторинг, потому что пациент должен понимать, каково его текущее состояние. Родители должны осознавать, есть ли контроль над астмой или терапии, которые получает их ребенок, недостаточно. Все элиминационные мероприятия, которые назначаются у пациента, они должны иметь, несомненно, персонифицированный характер. Но их проведение рентабельно, эффективно только при подтверждении проведения предварительного аллергологического обследования, при определении причинозначимых аллергенов. Собственно, аллергены внутри помещения считаются основными триггерами, являются целью специфических вмешательств. Но уровень доказательности, опять же, проведения этих вмешательств, он варьирует в зависимости от аллергена и конкретных процедур. Но, к сожалению, конечно, полная элиминация фона обычно невозможна. Ну а некоторые мероприятия, они влекут за собой очень большие расходы и неудобства. Ну, например, мы никак не можем избавиться от пыльцы, от воздействия на пациента пыльцы в период цветения причинозначимых растений. Конечно же, следует попытаться всячески уменьшить воздействие табачного дыма и веществ, которые могут загрязнять воздух. Цель фармакотерапии для достижения контроля на бронхиальной астме, конечно же, это достижение контроля болезни при применении наименьшего возможного количества лекарственных препаратов. В соответствии со степенью контроля заболевания используется ступенчатый подход. И нужно опомнить о том, что если через 1-3 месяца не удалось добиться контроля над болезнью, нужно подняться на ступень вверх. Но когда это можно делать? Это можно делать только после проверки правильности использования препаратов, назначенных при условии полного соблюдения режима терапии, если соблюдены эллиминационные мероприятия, если под контролем находится сопутствующая аллергическая патология. Особенно это важно для пациентов с сопутствующим аллергическим ринитом. Ну и важный пункт, все равно это уточнение диагноза. Мы всегда должны быть уверены в том, что у ребенка бронхиальная астма. Если контроль над болезнью достигнут и поддерживается на протяжении как минимум 3 месяцев, можно рассмотреть вопрос о возможном снижении терапии и опуститься на ступень вниз по ступенчатой схеме лечения. Следи в классах лекарственных препаратов, которые используются для контроля над бронхиальной астмой. Мы можем выделить две большие группы. Это препараты для быстрого облегчения острых состояний и препараты для базисной терапии, для ежедневного приема. Среди симптоматических препаратов, конечно же, это ингаляционный короткодействующий бета-2-агониста. Чаще всего назначается льбутамол. Он используется в качестве препарата скорой помощи на всех этапах терапии. Для детской популяции, конечно же, нужно сказать, что пероральные короткодействующие бета-2-агонисты не рекомендуется. Противохолинергические средства являются все-таки препаратами второй линии. Среди препаратов базисной терапии используются основные группы. Это ингаляционный глюкортикостероиды, антагонисты лейкотреиновых рецепторов, длительно действующие бета-2-агонисты адренорецепторов. Они назначаются только в комбинации с ингаляционными глюкортикостероидами. С третьей ступени терапии назначаются моноклональные антитела к иммуноглобулинам Е. Крамоны, применение их все-таки сейчас нужно уменьшить. Доказательства эффективности их крайне недостаточно. Ну и, конечно же, нужно помнить о том, что использование кастантинов у детей крайне проблематично. Из-за высокого риска развития тяжелых нежелательных эффектов. По поводу ингаляционных глюкортикостероидов. Конечно же, они облегчают симптомы, улучшают легочную функцию, помогают достичь контроля над астмой, уменьшают потребность в препаратах скорой помощи, снижают частоту обострений и уменьшают количество госпитализаций. У пациентов ранее не получавших лечения, у наивных пациентов, если вы начинаете терапию с ингаляционных глюкортикостероидов, рекомендуется начинать с монотерапии низкими дозами. Но нужно помнить, что доказательств, убедительных доказательств об эффективности применения ингаляционных глюкортикостероидов в длительной терапии в низких дозах, как поддерживающие лечение для профилактики свистящего дыхания у детей, которые спровоцированы вирусными инфекциями, доказательств недостаточно. Но, к сожалению, нежелательные эффекты ингаляционных глюкортикостероидов возможны, они продолжают исследоваться и остаются предметом тщательных наблюдений. Антагонисты лейкотреиновых рецепторов также препаратом выбора являются на первой ступени терапии. Они эффективны для профилактики обострений спровоцированных вирусной инфекции у детей в возрасте от 2-5 лет, обеспечивают эффективную защиту бронхоспазма, особенно у детей, если она вызвана физической нагрузкой. Монтелукаст очень хорошо купирует проявления при сопутствующем аллергическом рините. Ну и антагонисты лейкотреиновых рецепторов используются, конечно, в качестве дополнительного средства на всех последующих этапах терапии. Но они менее эффективны по сравнению с бета-2-агонистами длительного действия. Они имеют очень хороший профиль безопасности и хорошую переносимость. Все эти утверждения доказательны, но база исследований, которая проведена, она проведена с использованием оригинального препарата «Сингуляр». Поэтому все, что сказано со степенью доказательности А или Б, оно свидетельствует об эффективности монтелукаста оригинального препарата. По поводу длительных действующих агонистов бета-2-адри на рецепторах. Дело в том, что описано статистически достоверное увеличение риска тяжелых обострений, связанных с ежедневным применением бета-2-агонистов длительного действия. В связи с чем данные препараты должны использоваться только в комбинации ингаляционных глюкортикостероидов с ингаляционными глюкортикостероидами. У маленьких детей они не столь эффективны, как у более старших детей, но и за рубежом чаще у детей младшего возраста используется схема ингаляционного глюкортикостероида и антагонисты лейкотреиновых рецепторов. Среди медикаментозной терапии еще один пункт, конечно, важный – это анти-ЕГЕ терапия. В нашей стране на сегодняшний день зарегистрирован для этой терапии препаратом «Лизумаб». Он показан детям с атопической бронхиальной астмой, с неконтролируемым течением. Возможно применение с третьей ступени терапии. Длительное применение облегчает симптомы болезни и снижает количество обострений. Также улучшает качество жизни. На этой схеме представлена стратегия медикаментозной терапии бронхиальной астмы у детей. Вы можете видеть на значении препаратов по различным ступеням терапии. И как проще всего запомнить, какое количество препаратов используется на какой ступени. По номеру ступени. На первую ступень вы используете один препарат. Это антагонисты лейкотреиновых рецепторов или ингаляционный глюкортикостероидов. В стратегии медикаментозной терапии, когда вы лечите ребенка, конечно, нужно помнить о тщательнейшем мониторинге и своевременной коррекции как дозировок препаратов, так и целиком терапевтической стратегии. Возможность перехода на какую-либо ступень, как ступень вверх, так и ступень вниз, должна оцениваться через регулярные интервалы времени. Обычно это от 1 до 3 месяцев. Может быть выбран промежуток в зависимости от состояния ребенка, в зависимости от тяжести течения бронхиальной астмы. Конечно же, нужно контролировать приверженность рекомендациям соблюдения эллиминационных мероприятий и нужно обязательно быть уверенным, чтобы исключили все возможные альтернативные диагнозы. Кроме того, конечно же, индивидуальный ответ у ребенка на различные лекарственные средства, он возможен, и он достаточно часто описывается в литературе, поэтому нужно быть готовым к возможности заменить препарат в пределах одной ступени. Говоря о медикаментозной терапии, нельзя не упомянуть о средствах доставки препаратов. В возрасте от 0 до 5 лет, конечно же, если вы используете, то вы используете либо небулайзер, который применяется в любом возрасте, либо дозированный альрозольный регулятор. У детей старше 5 лет возможно гораздо больше возможностей и можно использовать при купировании каких-то обострений небулайзер, либо дозированный альрозольный ингалятор со спейсером, либо дозированный альрозольный ингалятор, активируемый вдохом, либо порошковые ингаляторы. Еще раз хочу упомянуть о важности аллергеноспецифической иммунотерапии. Это единственный патогенетический метод, который имеет и преимущество перед фармакотерапией. Его клинические эффекты сохраняются после прекращения терапии. Профилактическое действие его, несомненно, и доказано. И предотвращает развитие дополнительной сенсибилизации. Но при тяжелой, неконтролируемой астме это проводить не рекомендуется. Кроме того, на сегодняшний день четкие конкретные возрастные рекомендации не определены. За рубежом иногда специфическую иммунотерапию сублингвально назначают с 3 лет. У нас в стране все-таки мы придерживаемся правил назначения специфической иммунотерапии как подкожной, так и сублингвальной с 5 лет. Всем пациентам с бронхиальной астмой показано регулярное наблюдение. Каждые 3 месяца должны консультироваться пациенты. Вы должны контролировать ежедневную базисную терапию. Если пациент испытал обострение, то контроль должен проходить через более короткий интервал времени. В домашних условиях пациенты обязательно должны мониторировать свое состояние. Должны проводить ежедневную пиклоуметриз. Обязательно записывать, контролировать базисную терапию, в которой они используют, количество симптомов, которые у них возникают, и необходимость в использовании дополнительной терапии. Возможно, также для контроля определения качества жизни, побочные эффекты противоосматических препаратов. Они в любом случае контролируются. И проводится оценка скорости роста. Но, к сожалению, все равно более около 50 пациентов зачастую с бронхиальной астмой не достигают контроля. Что же вино этому? Это и низкая приверженность терапии. Возможно, неправильная техника ингаляции. Возможно, отсутствие контроля над коморбидными состояниями. Курение остается достаточно большой проблемой. И в подростковом возрасте, иногда и в более раннем возрасте. Нужно помнить всегда об возможности индивидуального ответа на терапию. Ну и альтернативные диагнозы, они должны всегда быть исключены. Важнейшим фактором, определяющим успех, конечно же, является успешное взаимодействие compliance, взаимодействие врача и пациента. Каким образом мы можем повысить приверженность терапии? Конечно же, это дополнительное возможное использование новых препаратов базенной терапии и персонализированный подход. Если вы видите, что пациент в возрасте от 2 до 5 лет, от 2 до 7 лет, что у него возникают приступы затруднения дыхания на фоне физической нагрузки, вы уже, соответственно, будете подбирать препарат, стараясь определить его фенотип астмы. Обострения астмы на сегодняшний день выделяются как легкие, умеренные, тяжелые и очень тяжелые. По свистящему дыханию, степени удушья, оценке способности говорить, участие в вспомогательной мускулатуре, частоте дыхания, пульсу и пиковой скорости выдоха. Кроме того, желательно, конечно, если действительно пациент в обострении, определение и сатурации кислорода, если есть такая возможность. При экупировании обострения астмы первоначальная цель, конечно же, это бронхидилатация. Используется ингаляционный сальбутамол от 2 до 6 ингаляций через небулайзер. Дозировка представлена. Используется каждые 20 минут в течение первого часа. Оценивается реакция терапии, оценивается, соответственно, улучшение состояния. Если улучшения не достигаются, соответственно, добавляются комбинированные препараты. Можно добавить и протропий. При отсутствии эффекта ребенка, конечно, необходимо госпитализировать. И уже в отделении реанимации интенсивной терапии используется и дополнительный кислород, и рассматривается введение других препаратов. И бета-2 агонистов, аминофилина, магния, сульфата, смесь гелия и кислорода. Но это все по состоянию ребенка проводится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Для оккупирования состояния также используются системные кортикостероиды. Дозировка преднизолона перорально 1-2 мг на кг в сутки. Но это используется кратким курсом от 3 до 5 дней. Несмотря на значимое продвижение в различных аспектах, как патогенеза, так и фармакотерапии, конечно же усилия, которые прилагаются по созданию руководства, они, к сожалению, не всегда находят свой эффект. Поэтому мы очень стараемся показать все последние данные, суммировать все рекомендации и представить только доказательные рекомендации по лечению аллергических болезней. Спасибо за внимание. Вопросы в конце второй сессии, потому что мы сейчас плавно переходим и просим профессора Зайцева Ольгу Витальевну сюда в президиум, потому что мы без перерыва проводим вторую 45-минутку, и потом уже у вас будет кофебрейк. Мы продолжаем обсуждать тему бронхиальной астмы. Сейчас у нас будет еще один клинический разбор. Продолжаем симпозиум на одной из актуальнейших тем аллергологов. Так как эпидемия аллергии в педиатрии – это значимая проблема, и поэтому такое большое значение уделяется в нашем конгрессе вопросам аллергологии. Итак, следующий доклад. Слово предоставляется члену корреспонденту Академии медицинских наук, профессору Лили Семурной Намазовой, с докладом «Особенности терапии бронхиальной астмы детей». Спасибо, Ольга Витальевна. Честно говоря, я совсем не буду, конечно, царя горох, потому что мы только что прекрасно прослушали все клинические рекомендации сегодняшние по ведению детей с астмой. Я хотела бы обратить ваше внимание на несколько моментов, потому что дальше у нас будет еще один клинический разбор, и о каких-то нюансах, собственно, к чему-то. И хотелось бы привлечь ваше внимание этим коротким докладом. Ну, во-первых, мы все с вами, естественно, должны понимать, что достижение контроля над болезнью, в частности, над астмой, это наш, так сказать, краеугольный камень. Ну вот, на следующих нескольких слайдах я хотела бы привести вам результаты вот этого исследования, последнего глобального исследования, когда собиралось мнение врачей и пациентов, ну, в данном случае родителей. И, собственно, вот ответ на вопрос, насколько болезнь ограничивает активность пациентов, из этих ответов мы совершенно ясно с вами понимаем, что на самом деле контроль, в общем, совершенно не достигнут у этих пациентов. И это тема, которую вот профессор Нинашева поднимала на предыдущем симпозиуме, ситуация и у нас, в нашей стране, где, предположим, есть какие-то объективные трудности, и в очень благополучных западноевропейских странах, к сожалению, до сих пор остается очень сходной. По тем или иным причинам контроля над болезнью достигают очень немногие. А что на это влияет? Ну, сейчас постараемся немножко об этом подумать. Но в данном случае, вы видите, на слайде приведена диаграмма, из которой яствует, что более 40% пациентов имеют ограничение в дневной активности. По сути, это яркий пример отсутствия контроля над болезнью. Следующая тема, которая тоже для нас очень важна, это недооценка тяжести, и, соответственно, переоценка уровня контроля. Ну, вы видите, что, опять же, в данном случае уже до 86% детей имеют, к сожалению, неадекватный контроль бронхиальной астмы. Причем, вы знаете, что здесь есть определенная закономерность, в общем-то, детские аллергологи ее хорошо знают. Дети, сами пациенты с астмой, они оценивают свое состояние намного лучше, чем оно есть на самом деле. И это тоже надо всегда иметь в виду. Когда вы имеете на приеме пациента, недостаточно ему просто спросить, как дела, как ты себя чувствуешь и так далее, потому что 99% что он вам скажет, что у него все хорошо, что его ничего не беспокоит, вообще у него все чудесно. А вот если вы задаете какие-то другие вопросы или конкретизируете, или задаете их, так сказать, с обратной стороны, то вы получаете информацию, из которой понимаете, что отнюдь не все так гладко, как хочется или как кажется этому ребенку. Родители и врачи. Опять же, если дети, пациенты считают, оценивают ситуацию лучше, чем их родители, то родители, в свою очередь, ее тоже оценивают лучше, чем это есть на самом деле. При сравнении мнения врачей и пациентов здесь тоже видна разница. Причем, опять же, вот вроде бы все абсолютно ясные, известные вещи. Мониторирование пиковой скорости выдоха для контроля над течением болезни, индивидуальный план лечения, его необходимость, так сказать, вообще наличие и соблюдение. Ну и, наконец, правильная техника ингаляции. Опять же, краеугольный камень наш, к сожалению, во многих очень случаях это нарушается. К чему это приводит? К тому, что, естественно, эффективность терапии падает, контроль не достигается. Поэтому вновь и вновь мы напоминаем всем, на каждом приеме, помимо сбора тщательного анамнеза, надо обязательно всегда проверять технику ингалярования и проведение исследования пиковой скорости выдоха. От чего зависит выполнение наших назначений? Ну, от многих факторов, но в том числе, посмотрите, насколько сильно влияет знание пациента о болезни на то, как его приверженность в выполнении терапии выглядит. То есть, безусловно, время, которое мы тратим на обучение пациента, оно не просто так некая величина за кадром. Это прямой фактор влияния на эффективность нашей терапии. Соответственно, чем меньше времени мы на это потратили, тем меньше комплоентность или приверженность соблюдения тех или иных наших назначений, тем меньше, естественно, эффект нашей терапии. Ну, вновь о том, по каким критериям мы можем судить о неэффективности нашей терапии в плане неадекватности контроля. Понятно, что госпитализация, ну, как самое яркое выражение этого процесса, она слишком на виду. Обращение в больницу, ну, соответственно, за помощью то же самое. Но ведь все вот эти незапланированные звонки или незапланированные визиты, это тоже, естественно, критерий неадекватного контроля. И к этому надо быть очень внимательным. А вот еще одна тема, которая, к сожалению, тоже не очень, так сказать, проговаривается в беседах с пациентом. У очень многих родителей есть очень неправильное представление о том, что легкая астма – это всегда лучший прогноз, что это всегда более легкое течение вообще по жизни, и, соответственно, это меньше опасность для пациента, для жизни, для его здоровья. Но ведь это не соответствует действительности. И вы знаете, что последние летальные исходы, которые, к счастью, были в Москве уже несколько лет назад, ведь тогда из трех детей один-то был как раз с легкой астмой. И вот это самое ужасное. То есть мама, сама медсестра по образованию, которая лечила свою девочку гомеопатическими средствами, ей даже в голову не приходило, и никто ей не сказал, что астма – это фатальная болезнь при любой степени тяжести. К сожалению, может таким образом неблагополучно сложиться обстоятельства, что даже больной с легкой астмой может, к сожалению, погибнуть от этой болезни. Поэтому опрос, в том числе на этой диаграмме приведены результаты. Вы видите, что практически половина родителей не знают или не верят в то, что астма может быть фатальной при легкой форме ее течения. То есть это еще раз говорит о том, насколько важно нам проводить образование родителей и доносить до них всю информацию о серьезности этой патологии. Ну теперь к особенностям терапии. Елена Александровна уже вам подробно все рассказала. Мне бы хотелось привлечь ваше внимание, что, конечно, так же как с антибиотиками, мы постоянно ждем появления новых молекул эффективных и, по возможности, безопасных, но очень эффективных в борьбе с инфекцией. Так и здесь, в эру ингаляционных глюкокортикостероидов, нам, конечно, очень хочется, чтобы появлялись все новые и новые молекулы, которые были бы очень эффективны в плане их противовоспалительного действия, при этом очень безопасны. На данном слайде приведена вот эта самая эволюция. Некоторое время назад нам профессор Нинашев показывал эволюцию топических кортикостероидов. Ну там практически вся та же линейка, за исключением того, что флотикозонов ураат для топических стероидов назальных уже зарегистрирован в России как препарат. По сути, в данной линейке у нас все заканчивается на уровне циклисонита. Это одна из последних молекул, которая, в общем-то, достаточно хорошо легла в педиатрии. Для нас очень принципиально возможность раннего применения препарата. Ну вы видите, что, конечно, все формы, существующие для небулайзера, они, безусловно, очень привлекательны, но у этих форм есть и обратная сторона. Именно по причине их легкой используемости они необоснованно часто назначаются детям более старшего возраста. Мы сплошь и рядом видим, как мы это рассматривали в прошлых клинических примерах, когда приходят дети на прием 8, 9, 10 лет, и все дышат они через небулайзер вот этими гигантскими дозами стероидов, совершенно необоснованно. Следующая позиция флутикозон, это раннее начало, там уже, соответственно, мы можем с бодисонит 6 месяцев, флутикозон после года, и следующая группа препаратов, они уже, как правило, идут с 4-5 лет. Но, тем не менее, это все равно достаточно рано, потому что, если вы помните, первые препараты, которые появлялись, у нас имели возрастные ограничения 12 лет, и то есть получалось, что у нас практически весь период детства остается неприкрытым. Напоминаю еще раз ступенчатую схему, что приводила вам Елена Александровна, что на ступени 2 у нас идет монотерапия ингаляционными стероидами в низкой дозе, и это эффективно, и, естественно, их применение достаточно безопасно. Ну и, в частности, в отношении новой молекулы циклисониды, здесь, ну, вы видите, список литературы достаточно обширенный, работаете, в общем-то, последних лет, соответственно, есть хорошие убедительные данные по поводу эффективности самой молекулы и безопасности ее. Что важно? Для выполнения наших назначений очень важно то, насколько часто надо применять препараты. И уже сегодня совершенно очевидно, что чем чаще мы назначаем что-то для применения в течение суток, тем меньше вероятность того, что эта рекомендация будет выполняться. Ну, вот простой пример. Для уменьшения отечности слизистой полости носа во время остро-респираторной инфекции применение, ежечасное применение обычного физрослера с той же эффективно, как закапывание 3 раза в сутки, например, топических декангистантов. Но ведь никто из родителей не будет каждый час закапывать очень безопасный физраствор. Все предпочтут закапать утром и вечером топические декангистанты. Они, да, может быть, они многие знают, что это потенциально более опасно для ребенка, но ведь это же удобнее всего утром и вечером. А тут каждый час, точно так же мы с вами еще раз сталкивались с этим в обычной жизни, да, оральная регидратация намного более безопасна для ребенка. Ну, почти что нет родителей, которые готовы каждые 5 минут эту ложку, так сказать, ему давать, намного привлекательнее для многих из них, несмотря на то, что им кажется, что они своих детей любят это поставить на внутривенный катетер и начать, так сказать, регидратацию проводить инфузионно. Так и здесь, в общем-то, безусловно, есть прямая зависимость от того, насколько часто нужно применять препарав и того, насколько действительно это будет выполняться. В частности, по циклисониду, безусловно, очень привлекательным его качеством является пролонгированный противовоспалительный эффект, который позволяет применять его всего лишь один раз в сутки. Причина, по которой больные прекращают или изменяют назначенную терапию, они различные, в частности, чаще всего называются такие, как уменьшение или исчезновение симптомов, высокая цена или неудобство применения, но очень близко располагаются, так сказать, такие, как озабоченность родителей тем, что препарат небезопасен или там, что у него, возможно, какие-то нежелательные явления. Но чем это может быть, так сказать, какой аргумент может быть против той озабоченности или что мы должны рассказать, например, описывая молекулу циклисонида? Ну, вы видите, что у него достаточно хороший профиль безопасности, причем не только с препаратами более старыми, с будисонидом, ну и даже по сравнению с флотикозоном у него есть явные преимущества в плане низкого уровня оседания, например, в ротоглотке. Есть еще другие данные. Это минимальный риск развития локальных нежелательных таких реакций, как, предположим, кодиндоз или дисфония. Безусловно, системные нежелательные явления у нас встречаются крайне редко. В общем-то, мы достаточно четко за этим следим. А вот такие вещи, как осиплость голоса или какие-то еще иные местные проявления, не очень приятные для пациентов, это то, с чем педиатрам приходится сталкиваться не очень редко. Дозирование циклисонида удобно. Он существует в разных дозировках и, соответственно, может использоваться у детей старше 6 лет по 80 либо уже по, соответственно, 160 микрограмм. При этом вы видите, что для разных степеней тяжести применяются, безусловно, различные дозы ингаляции. Соответственно, если так подводить итог этому короткому блоку, конечно, нам очень важно развивать дальнейшее сотрудничество между пациентом или родителем и врачом. Это нужно в том числе для того, чтобы информация, которую мы используем, она более адекватна, что называется, укладывалась в мозгу у пациента или у его родителей. Нежелательное явление или их ожидание, естественно, уменьшит приверженность пациентов или родителей лечению, снизит качество жизни и увеличит затраты. Поэтому наша основная задача сделать так, чтобы сведения, которые мы даем пациенту или его родителю, как можно лучше описывали ту иную ситуацию, чтобы не было вот этого недопонимания. Но и, безусловно, увеличение приверженности возможно достичь, если наше сотрудничество... Наталья Григорьевна, вы помните, на прошлом симпозиуме сказала, так сказать, эту тройку обозначила, да, не только пациент или его родители, врач, но еще и лекарства. Вот это действительно, это трио, оно должно работать очень эффективно. Поэтому непрерывное обучение пациентов, родителей – это очень важный компонент нашей повседневной работы. Без ингаляционных стероидов мы сегодня не можем вести пациентов с астмой, однако мы, естественно, должны стараться все-таки минимизировать, в том числе начинать все-таки с низких доз, там, где это возможно. Применение комбинации – нет, это, естественно, мы делаем и у детей в том числе, но у детей с более тяжелыми проявлениями. А там, где речь идет о поддерживающей терапии, которые требуют большого количества введений в течение дня, там, к сожалению, мы неуклонно будем встречаться со снижением приверженности, соответственно, с отменой, необоснованной отменной терапии. Ну и, безусловно, пациенты всегда будут отдавать предпочтение тем препаратам, которые дозироваются реже, в том числе имея высокий, хороший профиль эффективности и безопасности. Спасибо. Сейчас у нас следует презентация клинического примера по использованию циклисонидом. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, для Конгресса педиатров, мне кажется, бесценны клинические разборы. То есть вы сейчас прослушали хороший теоретический блок, но все-таки опыт врача, опыт клиники, тем более клиники, которая является передовой у нас в стране, безусловно, бесценен. Поэтому предоставляю слово научному сотруднику отделения аллергологии научного центра Эффентиеве Камиле Евгеньевне. Пожалуйста. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Безусловно, сегодня стремления педиатров и аллергологов направлены на достижение и поддержание контроля над бронхиальной астмой. И, готовясь к сегодняшнему симпозиуму, мы подготовили клинический пример, который демонстрирует способы достижения контроля над заболеванием, а также опыт применения нового ингаляционного глюкокортикостероида циклисонида. Данный препарат зарегистрирован в Российской Федерации с 2011 года и разрешен к применению у детей с 6-летнего возраста. И, учитывая то, что он зарегистрирован недавно, мы решили поделиться с вами опытом применения этого нового препарата. Осенью прошлого года в консультативно-диагностический центр обратилась мама с мальчиком 7,5 лет со следующими жалобами. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, присаживайтесь. Какие у вас жалобы? Рассказывайте. У нас в 5 лет поставили диагноз бронхиальная астма. Но до этого у нас были частые вирусные инфекции, абструктивные бронхиты, которые мы лечили аскорилом и ингаляцией лазалван и бердуал. Однако сейчас на протяжении последнего года у ребенка ухудшилось состояние. В чем это выражается? При физических нагрузках учитель отмечает, что ребенок кашляет, задыхается. Также при контакте с кошкой мы ходим к бабушке, у нее кошка, и тоже наблюдается кашель. Также ночной бывает кашель. И в разные времена, когда погода меняется, на смену погоды у нас тоже происходит кашель. Скажите, проходили ли вы какое-то аллергологическое обследование, какую терапию вам рекомендовали? Да, мы проходили обследование, и нам посоветовали гормоны. Но я очень переживаю из-за побочных различных эффектов, и, конечно, отказалась от гормонального лечения. Поэтому нам предложили сингуляр. И вот мы пока что находимся на этом препарате. А в течение какого периода времени вы его получаете? На протяжении последних трех месяцев мы получаем сингуляр. Резюмируя сказанное мамой, мы с вами имеем, что у пациента жалобы на непостоянный ночной кашель, а также эпизоды затрудненного дыхания и кашля при физической нагрузке, острых респираторных вирусных инфекциях, а также контакте с животными. Если вспомнить фенотипы астмы, о которых говорили предыдущие докладчики, то мы с вами видим, что выделить какой-либо один из фенотипов данной ситуации мы не можем. То есть у пациента имеется коллекция фенотипов, а именно многофакторная астма. Несколько слов из анамнеза. Наследственность у ребенка по аллергическим заболеваниям отягощена. У родного брата имеется поленоз в виде риноконъюнктивального синдрома. На первом году жизни у нашего пациента отмечались проявления атопического дерматита. До пяти лет диагностировались неоднократно обструктивные бронхиты на фоне острых респираторных вирусных инфекций. В пять лет ему, аллергологам по месту жительства, выставлен диагноз бронхиальная астма. А с шести с половиной лет мать отмечает ухудшение состояния, которое выражается в появлении эпизодов затрудненного дыхания и кашля не только при острых респираторных вирусных инфекциях, но и при контакте с аллергеном, а именно с кошкой, при физической нагрузке, а также имеются ночные симптомы астмы. В июне 2013 года у мальчика при проведении функции внешнего дыхания были выявлены умеренные нарушения бронхиальной проходимости на уровне периферических бронхов и проба с бронхолитиком была положительная. По данным кожных проб, выявлена выраженная сенсибилизация к эпидермальным аллергенам, к шерсти кошки и слабая к пыльцевым аллергенам, к злаковым травам. Мальчику-аллергологам по месту жительства была рекомендована терапия ингаляционными глюкокортикостероидами. Однако, учитывая стероидофобию у матери, была назначена другая группа, а именно антагонисты ликотриеновых рецепторов. При осмотре у ребенка состояние удовлетворительное, кожные покровы чистые, катаральных явлений нет, легких дыхания проводятся во все отделы, хрипы не выслушиваются. Учитывая ступенчатую терапию бронхиальной астмы, нашему пациенту рекомендуется начать со второй ступени терапии, а именно, либо с низких доз ингаляционных глюкокортикостероидов, монотерапия ингаляционными глюкокортикостероидами, которые, безусловно, являются в данной ситуации предпочтительной, либо же антагонисты ликотриеновых рецепторов. Но, учитывая стероидофобию, был выбран альтернативный вариант, а именно применение антагонистов ликотриеновых рецепторов, поскольку эта группа препаратов является препаратами второго выбора после монотерапии низкими дозами ингаляционных глюкокортикостероидов и применяется как альтернативная терапия. И вы видите, что в данной ситуации мы можем выбрать данную группу препаратов, поскольку у ребенка отмечается обострение астмы и на фоне острых респираторных вирусных инфекций, также на фоне физической нагрузки. Давайте посмотрим следующий ролик. Как мальчик чувствует себя на фоне приема данного препарата? На фоне этого препарата он, конечно, намного лучше себя чувствует, особенно при физических нагрузках. Но, тем не менее, мы перенесли в сентябре вирусную инфекцию и пришлось применять ингаляции с бердуалом. Через небулайзер? Да, через небулайзер мы делали, да, ингаляции. Ну и в результате все равно ночной кашель у нас как бы сохраняется до сих пор. Все понятно. Давайте проведем необходимое исследование и решим вопрос о дальнейшей терапии. Хорошо. Мама отмечает, что на фоне применения монтелукаста состояние ребенка клинически значительно улучшилось, однако симптомы астмы сохраняются. Мы провели функцию внешнего дыхания, и по данным функции внешнего дыхания сохраняются умеренные нарушения бронхиальной проходимости именно на уровне периферических бронхов. Проба с бронхолитиком положительная, и также был определен оксид азота в выдыхаемом воздухе. И вы видите, что показатели превышают норму. Учитывая наличие симптомов бронхиальной астмы и сохраняющиеся нарушения бронхиальной проходимости по данным функции внешнего дыхания, вашему ребенку рекомендуется терапия ингаляционными глюкокортикостероидами. Эта группа препаратов является препаратами выбора для лечения бронхиальной астмы любой степени тяжести. А в настоящее время в нашем арсенале появился новый ингаляционный глюкокортикостероид циклесонид, который обладает высокой местной противовоспалительной активностью и обладает уникальным профилем безопасности. Применение данного препарата один раз в сутки позволит вам без труда соблюдать рекомендации врача и очень надеемся повысит качество жизни вашего ребенка. Наверное, мы уже готовы, скорее всего, к применению этих препаратов гормональных, так как состояние улучшается у ребенка, но, тем не менее, до идеального пока что не дошло. Скорее всего, придется применить все-таки препараты, как вы нам советуете. Мы попробуем и надеемся на то, что у нас все наладится и вернемся к естественному образу жизни, как и раньше. И весь наш кашель пройдет. Мы очень на это надеемся. Спасибо большое. Таким образом, пациенту был назначен циклесонид в суточной дозировке 160 микрограмм. Назначение рекомендовалось один раз в сутки, что, о чем уже говорилось, значительно повышает приверженность терапии. Данный препарат был выбран не случайно, но, безусловно, поскольку это новая молекула ингаляционного глюкокортикостероида, она была разработана для того, чтобы повысить безопасность применения этой группы препаратов. Циклесонид представляет собой экстрамелкодисперсный аэрозоль, размер частиц которого составляет от 1 до 2 микрометров. Это очень маленький размер частиц, что повышает легочную депозицию данного лекарственного препарата. Посмотрите, 52% распределяется в легких, и 55% из этих 52% распределяется именно в мелких дыхательных путях. Безусловно, данному пациенту необходима терапия ингаляционными глюкокортикостероидами. И мы потратили далеко не одну минуту, чтобы объяснить матери, что назначение данной группы препаратов в данном случае является необходимым. На данном слайде представлена база по изучению безопасности данного препарата у детей. Всего проведено 14 клинических исследований, и более 5000 детей приняли участие в данных исследованиях. Это были и плацебо-контролируемые исследования, и сравнительные исследования. И еще хочется отметить, что у данного пациента имеются ночные симптомы. И, как говорила Наталья Михайловна Нинашева, ночные симптомы являются все-таки показателем эозинофильного воспаления. Также у ребенка был повышен оксид азота в выдыхаемом воздухе. И по последним данным причиной также является воспаление в мелких дыхательных путях. И именно поэтому была выбрана новая молекула ингаляционного глюкокортикостероида циклисонида, особенностью которого является распределение именно в мелких дыхательных путях. На данном слайде представлено одно из сравнительных исследований эффективности и безопасности циклисонида в сравнении с будисонидом, в дозировке представлено циклисонид 160 мкг, это низкая доза циклисонида. Будисонид же применялся в дозировке 400 мкг. Всего в исследовании было включено 621 ребенок в возрасте от 6 до 11 лет. Здесь были включены дети и с легкой, и со средне-тяжелой, и с тяжелой персистирующей астмой. Всего пациенты данные препараты получали в течение 12 недель. Это было рандомизированное мультицентровое двойное слепое исследование в параллельных группах. И циклисонид, и будисонид показали высокую эффективность по сравнению с исходным уровнем. Оценивался объем форсированного выдоха за первую секунду, и вы видите, что и циклисонид, и будисонид показали эквивалентную эффективность. Но что касается безопасности, то в данном исследовании циклисонид представил более высокие показатели. Посмотрите, по влиянию на гипоталамогипофизарно-надпочечниковую систему практически циклисонид не оказывал влияния, и не происходило угнетение гипоталамогипофизарно-надпочечниковой системы. То же самое касалось и влияния ингаляционных глюкокортикостероидов на рост ребенка. В сравнении с будисонидом в группе детей, которые получали циклисонид, увеличение роста было более выражено. Безусловно, все эти данные мы рассказали маме, и также достаточно долгий у нас был разговор, поскольку мать была настроена очень серьезно и категорически не хотела применять ингаляционные глюкокортикостероиды. Также хочу отметить, что учитывая то, что в течение предыдущих трех месяцев достичь полного контроля на дастме на фоне применения антагонистов лейкотреновых рецепторов не удалось, то это также помогло нам убедить мать в применении ингаляционных глюкокортикостероидов. Давайте посмотрим, что стало через три месяца. Здравствуйте, проходите, присаживайтесь. Как вы себя чувствуете? Чувствуем себя замечательно. У нас ночной кашель прошел, больше он нас не беспокоит. Как ты у нас физическую нагрузку? Ну, физическую нагрузку, Кирилл, как у тебя на физкультуре? Как ты себя чувствуешь, когда занимаешься? Ну, в принципе, все хорошо. Понятно. Болели вы вирусными инфекциями? Вы знаете, да, у нас в ноябре мы болели простудой, и, естественно, я перестраховалась и давала ему через спейсер венталин на протяжении трех дней. Но, в принципе, все прошло благополучно. Длительного кашля не было? Не было, нет, нет. Все было хорошо. Ну, замечательно. Давайте тогда проведем контрольное исследование функции внешнего дыхания. Мы провели исследование функции внешнего дыхания. Показатели в пределах нормы и проба с бронхолитиком отрицательны. Это говорит о том, что в настоящее время лобильность бронхов у ребенка отсутствует, что также является показателем воспаления в дыхательных путях. И, как вы видите, нормализовались показатели оксида азота в выдыхаемом воздухе. Учитывая то, что в течение трех месяцев мы достигли контроля над заболеванием, и нам удалось его поддержать, то мы рекомендовали постепенное снижение дозировки применяемого препарата. Состояние ребенка стабилизировалось. Мы достигли контроля над бронхиальной астмой. Нормализовались показатели по данным функциям внешнего дыхания. Поэтому сейчас вам рекомендуется постепенное снижение дозировки циклесоанидов и обязательное динамическое наблюдение. Мы вас ждем через месяц для оценки контроля над заболеванием. Хорошо, спасибо. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Учитывая то, что мы начали снижение дозировки, то в этой ситуации рекомендуется контролирование, достижение, поддержание контроля ежемесячно. Это проведение обязательно АСТ-теста, а также функции внешнего дыхания, учитывая то, что у нашего пациента в течение нескольких месяцев отмечались нарушения по данным ФВД и пробы с бронхолитиком была положительна. Таким образом, данный клинический пример показывает, что для достижения контроля над заболеванием могут применяться и должны применяться новые препараты для базисной терапии. Обязательно необходимо учитывать приверженность терапии, улучшать ее, а именно применением, предположим, препаратов однократно в сутки. И, конечно же, персонализированный подход. Данный пример также демонстрирует, что наличие стероидофобии у матери преодолимо. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Пожалуйста, какие будут вопросы, может быть, Камиле Евгении, или, может быть, по первой части. Вот тут вот передали записку. Камила Евгения. Камила Евгения, вы тогда присаживайтесь сюда. Как вы относитесь к назначению пульмикорта через небулайзер на короткий срок детям раннего возраста для снятия абструктивного синдрома при ОРВИИ? Ну, на короткий срок. Да, вот еще одна записка. Если правильными препаратами, то, в общем, конечно, можно. Я так говорила про другую ситуацию, когда приходят взрослые дети, уже школьники, и они все продолжают через небулайзер дышать, и все это годами. Или, как помните, на прошлом симпозиуме задали вопрос про применение муколитиков и отравента при ОРВИИ. Какое у нас основание для применения отравента при ОРВИИ? Никакого. Вот, поэтому все, конечно, имеет свои показания и, соответственно, сроки применения. Добавите, может, Ольга Витальевна что-то. Камила Евгения, можно я вам задам вопрос по цикле сониду, по вашему опыту? Спасибо за прекрасную презентацию. И так неожиданно, интересно, подготовлено. Я думаю, что есть чему поучиться. Дело в том, что препарат для нас относительно новый, и у нас он тоже в клинике используется, действительно показал себя с очень хорошей стороны. Пожалуй, один из лучших препаратов для детей старше 6 лет. Мы сейчас его широко назначаем. Но меня сначала насторожили рекомендации, имеющиеся исследования, что препарат можно использовать без спейсера. Мы же все-таки всегда говорим, что сложно синхронизировать вдох. Ну, есть объяснение, безусловно, особенности молекулы, мелкие дыхательные пути. Но, не скрою, у меня были достаточно серьезные сомнения по этому поводу. К счастью, они развеяны на сегодняшний день. Наши пациенты великолепно используют с очень хорошим клиническим эффектом цикле сонид без спейсера, используя обычный баллончик. Как ваше мнение, у вас прошло достаточно много детей. Согласны ли вы с этим? Поскольку вопросы эти задают, я их сама себе задавала. Спасибо, Ольга Витальевна. Мы тоже были сначала насторожены по отношению к использованию цикле сониды без спейсеров, потому что всегда нам наши учителя говорили о том, что ингаляционные глюкокортикостероиды независимо от возраста, потому что сначала мы рекомендовали детям раннего возраста применять спейсеры, в дальнейшем появилась рекомендация независимо от возраста применять спейсер для уменьшения возможности развития побочных эффектов. Но в отношении цикле сониды, учитывая то, что этот аэрозоль содержит очень мелкий размер частиц, то, видимо, этим обусловлено то, что не оседают крупные частицы в ротоглотке и не вызывают, соответственно, побочные эффекты. Безусловно, когда пациенты применяют без спейсера лекарственный препарат, то это даже несколько повышает приверженность терапии. Поэтому мы своим детям также рекомендовали применять без спейсера, и каких-либо побочных эффектов выявлено не было. Вот это как раз звучало. И тут даже дело ведь не только в побочных эффектах, а еще и в эффективности. Для нас это было очень важно. И, конечно, это повышает комплайнсы. В предыдущий доклад Олиби Цимуровна об этом был. Потому что, конечно, когда смотришь больного, обычно просишь, чтобы он показал, как он ингалирует, как он делает ту или иную процедуру. Потому что ошибок бывает очень много. И чем сложнее манипуляция, то есть кроме устройства, ты еще носишь дополнительное устройство, а ребенок это может не взять, забыть, забыть использовать. Конечно, это существенно повышает комплайнс. И если это не снижает эффективность, и я рада, что у вас такое же мнение, то, конечно, это надо учитывать. И это повышает наши возможности, расширяет наши возможности к использованию циклисонида. Еще один вопрос поступил. Ведется ли работа и планируется ли включение в федеральный список ЖНВЛС новых молекул ингаляционных стероидов для детей? Вы же понимаете, уже ответ очевиден. Конечно, ведется. Насчет того, планируется или нет, это, к сожалению, не ко мне. Это скорее в министерство, а может быть даже лучше в правительство, потому что все будет зависеть от денег. Потому что мы эти документы регулярно подаем, и новые предложения, естественно, каждый год подаем. А резолюция выносится в зависимости от того, какой объем финансовых средств выделяется, соответственно, на уровне федерального бюджета. Потому что именно этим, собственно, и определяется широта этого списка. Но мы не теряем надежду, мы же с вами педиатры, мы оптимисты, поэтому мы очень надеемся, что в ближайшем будущем у нас будет возможность и еще такие эффективные и безопасные молекулы также увидеть в перечне для их широкого использования и применения в стационарах по всей стране. Потому что, конечно, это хороший препарат, который стоит применять. Вообще говоря, фармакоэкономика, наука ведь очень полезная. Мы порою забываем, что мы можем ее использовать в повседневной своей практике. На мой взгляд, очень полезно пересчитывать. Я один раз это у терапевтов услышала. Они пересчитали как-то стоимость ежедневного курения на стоимость ежедневного использования симвостинов. И оказалось, что, вообще говоря, здоровье и жизнь стоят дешевле, чем отравление собственного организма. И теперь я иногда использую этот пример. Если пересчитать, предположим, ежедневно ингаляцию того же циклисонида на какую-нибудь привычную вещь, которую мы привыкли, ну, не знаю, для того, чтобы покупать молоко, оказывается, что это совсем недорого, а это качество жизни и прогноз здоровья вашего ребенка. И поэтому бесплатные препараты – это прекрасно. Но если такой возможности в какое-то время нет, мне кажется, мы должны найти какие-то мотивации для родителей, чтобы они лечили детей своих хорошо и правильно. А мы в этом им должны помогать, да? Нет, я, конечно, тоже приверженец здорового образа жизни, но не получилось бы ли, как в этом самом известном фильме Тинта Браса, когда главная героиня говорит, почему-то все, что мне нравится, все, что я люблю, от этого либо поправляешься, либо это аморально. Я к тому, что, конечно, на хлебе и воде это очень полезно, но мы лишаем себя, так сказать, удовольствия, там, каких-то деликатесов и прочего. Нет, я как раз о другом, я не в плане отказаться от икры. Я от того, что надо чисто экономически сравнить, что если вы купите это лекарство для ребенка, да, кажется, вроде бы как дорого, но пересчитайте на каждый день, не пересчитайте, на что вы тратите эти небольшие, по большому счету деньги. И во что это вылится для вашего ребенка? Безусловно. Конечно, поддерживаем. Поддерживаем. Надо делать правильный выбор действительно субом. И, конечно, и уметь, самое главное, объяснить родителям, почему именно так, а не иначе вы предлагаете лечить его ребенка. Потому что то, насколько вы сможете донести все знания до родителей, насколько вы сможете убедить его в том, что именно эта терапия нужна и безопасна для его ребенка в конечном итоге, и будет зависеть эффективность ваших назначений, а значит, и дальнейшая судьба вашего пациента. Я так понимаю, что… А, вот у нас еще один вопрос есть, пожалуйста. Уважаемые коллеги, вопрос по клиническому примеру. Просто для того, чтобы пояснить. Значит, препарат, о котором шла речь, выпускается в двух формах – 80 и 60. Вами был назначен 160, хотелось бы узнать, почему не с 80. И рекомендация по дальнейшему введению. Я так понимаю, со 160 на 80? Давайте я тогда по-первыху сначала отвечу. Просто поясните и дальше, какая тактика снижения. Да, да, да. Что касается, почему мы выбрали 160, потому что низкими дозами является дозировка 80 и 160. Учитывая анамнез, что у ребенка в течение последних трех месяцев отмечается нарушение по данным ФВД, это то, что зафиксировано. В течение последнего года, со слов мамы, периодически отмечаются симптомы. Мы решили не рисковать и не назначать 80, потому что, помните, в аллергологии все-таки степ-даун, он более приветствуется, чем степ-ап. Назначили бы мы маме 80, не достигли бы идеального состояния, не достигли бы хорошего контроля, нам пришлось бы повышать дозу. Соответственно, говорить матери, которая так и так настроена была не очень за данную группу препаратов, что, к сожалению, эта дозировка вам не помогла, давайте попробуем 160, наверное, был бы не самый правильный шаг. Поэтому мы назначили ей 160, мы достигли эффекта, и мы сразу, конечно же, начнем снижать. Возможно, если бы это была другая мама, мы, может быть, могли бы еще поддержать этого ребенка на 160, чтобы закрепить эффект, это реально, и 3-4 месяца. Но учитывая то, что мама очень настроена на снижение дозы, безусловно, у нас есть дозировка 80, мы снизим на 80, и, конечно же, в этой ситуации я попросила маму прийти именно через месяц, для того, чтобы оценить, чтобы не снижались показатели функции внешнего дыхания, не нарастало воспаление. И, безусловно, учитывая зимний период, поскольку, в общем-то, конечно, мы любим снижать, и вы, наверное, ближе к лету, когда состояние более стабильное и нет вирусных инфекций. В дальнейшем, когда ребенок будет получать 80, и мы также достигнем хорошего эффекта, я думаю, что, возможно, мы перейдем на антагонисты ликотреновых рецепторов. Спасибо. Да, вот это очень важная мысль, которая подчеркнула сейчас, и спасибо вам, на самом деле, за вопрос, потому что то, опять же, насколько мы сможем убедить родителей, во многом определит в дальнейшем судьбу этого ребенка в плане приема им различных видов терапии, пока за него решение мама принимает. Совершенно согласно с Камилой Евгеньевной. Для нас гораздо перспективнее, и, собственно, это доказано с позицией тех исследований, которые опубликованы уже давно, что в педиатрии степ-даун все-таки эффективнее, в том смысле, что мы за короткий промежуток времени очень быстро достигаем эффекта, удерживаемся на нем, и затем, если что, можем опуститься вниз. Потому что давайте еще раз лить воду на ее мельницу сомнений в этой ситуации будет потом очень сложно еще раз ее переубеждать. Поэтому, конечно, да, все правильно, с запасом взяли дозу, потом через какое-то время опустились. Безусловно, и этот момент того, что мама хотела как можно быстрее отказаться от терапии, это тоже очень сложная тема для педиатрии, потому что многие родители считают, что прямо вот сегодня достигли эффекта, и все, сегодня же мы будем снижать дозу. Но ведь это у нас относится к другим клиническим ситуациям, по антибиотикам ведь то же самое. Но практически нереально убедить родителей довести до конца курс антибиотиков, они как только температура упала, они все готовы тут же бросить и отказаться от этого, а мы сами знаем, к чему это все ведет. Поэтому да, все время мы должны работать с родителями, но это того стоит. По крайней мере, эффект от тех ситуаций, когда мы занимаемся образованием, он, конечно, намного выше, чем если мы все пускаем на самотек. Есть еще вопросы в зале? Ну, я знаю, что аудитория у нас очень интересующая, но тем не менее всем нужен перерыв, поэтому давайте сейчас прервемся. Есть возможность на кофебрейк сходить, и ждем вас всех на заключительный симпозиум по тяжелой бронхолегочной патологии, там тоже будет очень много интересных докладов представлено. Спасибо. Спасибо. Спасибо.